Да начнется прожарка ваших работ. Погнали! Мы видим, что у нас вся картинка уложилась в 40%, то есть мне открыли весь потенциал. Это реально круто, братан, я тебе просто завидую, это настолько мощно и круто. Мало нахватал средних крупных планов на одной локации, у нас получается, что мы все выбрасываем. Ребята, вот это я понимаю уровень. И камера X5 просто снимает ужасно, Mavic 2 его просто разрывает на куски. Бухает, пацан, вообще пивасиком заливается. Что, нормально? Пацаны, рыбалку приехали, что? Там, что я чай, конечно, фигачить. Ааа, блин, реально! Оно прям наезжает. Хороший кадр, отлично. Это круто еще, попробую заставить друзей, ну, когда они пьяны, они готовы на все, а так... Ребята, всем привет, с вами Смакодрон. Это третья часть прожарки ваших работ с дрона. Смотрим, даем критику и учимся на чужих ошибках. Хочу выразить благодарность таким каналам, как CinemaDron. Спасибо, дружище, за поддержку канала. Сильные у тебя очень работы, особенно работа про Алтай, про Камчатку. Это просто космические какие-то кадры, и не каждому дрончику еще даст это круто снять. Ребята, всем рекомендую. Ссылка на канал будет в описании. И этот автор нам прислал еще одну свою работу на прожарку. Говорит, что ты просто офигеешь. Еще хочу выразить свою благодарность к такому каналу, как PixelSire. Спасибо тебе, дружище, я посмотрю твою работу. И также Андрея Васильченко, Евгению, Мити и Life in Motion. Ребята, посмотрим ваши работы. Мне самому интересно, что вы нам присылали. Это будет жесткая прожарка, ребята. Я это уже все работы пересмотрел. И честно, я такой на позитиве, потому что я просто кайфанул от того, что я увидел. Были реально сильные, крутые работы, которым нужно стремиться. Эта шестерка будет идти в начале видео, потому что они сделали поддержку канала. Они попадают в начале выпуска. И дальше мы пойдем по списку по тому, как вы прислали на прожарку свои работы. Я надеюсь, что в этом году найду подписчика, который получит максимальное количество баллов. Я просто сяду, буду смотреть его работы, кайфовать. И даже слова не скажу, потому что будет сделана работа настолько идеально, что будет максимум 25 баллов. Ребята, я очень на это надеюсь. И мы все просто кайфанем и будем стремиться к тому, чтобы делать такие же самые работы, от которых захватывал дух. Мы кайфовали, расслаблялись и рады, что у нас есть такие ребята, которые творят просто с помощью дрона чудеса. Поэтому поехали, начинаем. Друзья, для удобства я буду оценить ваши работы по категориям. Их будет 5. И в каждой категории будут 5 звезд. Первая категория это уровень. Одна звезда это значит, что человек только вот купил, грубо говоря, вчера дрон. Распаковал его, поднял его в воздух. Видно, что он делает какие-то неуверенные действия, нелогические цепочки проводит. И 5 звезд это, конечно, уже элита. Это уже профессионалы своего дела. Они знают, чего они хотят. Они делают сложные, опасные пролеты. У них все четко, действия продуманные. К таким людям нужно стремиться. Я надеюсь, что у нас в этой прожарке будут такие работы, которые просто нас шокируют своей сложностью и крутизной. Следующий параметр, который я буду оценивать, это сюжет. Сюжет должен быть интересный. Одна звезда значит, что сюжет не сильно интересный, что он скучный. Что он начинается с какой-то палки, а заканчивается каким-то ведром. То есть должна быть какая-то логическая цепочка, чтобы человек просто хотел смотреть видео до конца, ему было интересно, он кайфовал то, что происходит. Следующий параметр, который мы будем оценивать, это камера. По параметрам камеры я буду оценивать пилота, как он делает правильно настройки камеры. Нет у него какие-то мерцания, нет у нас провалов в тенях, нет у нас пересветов. Правильно ли он делает подъем и спуски камеры, нет у него какие-то дерганых движения, порысканье. Следующая категория, которая я буду оценивать, это цвет. Дело в том, что можно сделать классный сюжет, можно сделать нереально крутые кадры, можно просто сделать фантастические сложные пролеты. Но если мы сделаем неправильную цветокоррекцию, у нас просто, грубо говоря, снимали свадьбу, а мы получили какую-то картинку из хоррора. Или наоборот, мы снимали какую-то там сложную напряженную сцену, у нас там какой-то триллер или боевик, а мы делаем такое все красочное, как будто какой-то детский сад. Следующие параметры я буду оценивать, это монтаж. Монтаж должен быть логический, не должно быть каких-то резких переходов, это симбиоз всех параметров, как цветокоррекция, как саунд дизайн, как наложена музыка, как она передает эмоции в видео. Монтаж это уже итоги всей работы, уже собраны в одно целое. По всем категориям автор может набрать максимум 25 баллов. Надеюсь, у нас такие работы на этой прожарке будут. Эта система очень удобна тем, что человек будет понимать, в чем у него проблемы, что ему нужно подтянуть. Либо у него проблемы с цветокоррекцией, либо он еще только учится, у него проблемы с уровнем пилотирования. Либо у него монтаж слабый, либо у него с цветокоррекцией просто беда. Итак, ребята, все, поехали. Итак, Cinema Drone Евгений Кошин, мы уже с тобой знакомы по своим работам Алта и Камчатка. Действительно, это очень стильная работа, я даже подписался на этого оператора, действительно у него хорошие работы. Наш оператор снимает на DJI Mavic 2 Pro, Inspire 2 с камерой X5S. Ребята, это уже хороший сет, который может творить серьезные работы, выходить на комические съемки и получать нормальные бабки, ребята. Посмотрим, что ты нам прислал. Итак, ужасно красивый Челябинск. Че все так Челябинск не любят, я не знаю. Я знаю, что там матиориты, пазут динозавры, ходы, на лоб прилетают, там что только не происходит, уже мифы рождаются всякие. Челябинск, город, в котором я живу. Он ужасен и по-своему красив. Горд с потенциалом, который зарывает годами все глубже местные власти. Напоминаю, что мы смотрим первых 10 секунд с музыкой, а дальше включаю свою музыку для того, чтобы не нарушать авторские права и YouTube мне не забанил видео и не смотрели мы потом немое кино. Ну что же, поехали, включаем звук, нажимаем play и что же ты нам прислал Челябинск Cinema Drone Евгений Кошин. Ух! Такой город. Уже прям по первому кадру понятно, что будет такое тяжелое. Класс. Рассвет. Ой, закат или это рассвет? Подожди, мне не понятно. Зал органной и камерной музыки Родина. Да, я тоже обожаю снимать закаты, потому что получается самый мягкий свет. Так, конечно, тяжело тянуть тени, но не всегда их нужно тянуть, если мы и работаем силуэтами. Да, круто. Ушел в туман. О, наши любимые заводы. Это облака или это эти? Это дым с трубы, не могу понять. Союз Пищепром. Круто. Торговый центр Арианс. Сначала, потом, там Москов Сити кадры какие-то. Оказалось, не Челябинск, ребятки. Да, это коррекция хорошая. Ого, то у вас там в Челябинске не такой себе, неплохой такой себе хай-тек. Прям как Москов Сити. Ну, я как понимаю, это промышленный город, судя по заднем плане выхлопа. Ух, прям как Чернобыль напоминает такие эти локации. Кстати, так похоже, в Москве такое здание есть, по-моему, МИД называется, да? Если я ошибаюсь, напишите комментарий. На МИД похоже. По-моему, в Советском Союзе строили все одинаковые такие здания. Круто. Крупный план. Что такое темное очень? Ух, это реально сильный кадр. Ого, газ идет или что? Это нефтеперерабатывающий завод или я не могу понять? Напиши в комментариях, что это за завод, чем он занимается. Но прикольно, такой контраст именно города. Мордор до такого. И как Мордор, знаете, свистень колец такой, завод, фабрика. Там сейчас будут всякие монстры вылазить, такое ощущение. Реально, как свистень колец Мордор. Ну да, экология, конечно, кайфует на максималках. О, красный дым. А что, красный дым бывает разве? Не понял, как он получился красный? Это вообще полезно или нет? Хорошие такие протянутые кадры, круто. Синема дрон Евгений Кошин. Ну а по твоей работе есть очень много вопросов. Смотри, у нас начинается видео с того, что у нас сбоку слева начинает колбаситься картинка. Ну ладно, то я придираюсь. Может и фокус искал или там какой-то глюк. Первый кадр, он задает настроение всему ролику. В данный момент я вижу, что это закат или рассвет. Там в случае я вижу, что это все-таки закат, потому что на рассвете у нас такого трафика от движения в городе бы не было. То есть это закат. Там в случае солнце у нас зашло, и мы работаем над силуэтами. То есть здесь тянуть тени не надо было, все сделано правильно, коррекция хорошая. Все, вопросов нет. Ты ставишь второй кадр этих же домов, но солнце у нас встало. То есть получается по логике, что ты снимал на рассвете, и солнце уже поднялось. Правильно? Правильно. Но мы же уже поняли, что это уже не рассвет, это закат. И ты снова эти два дома, которые были в силуэте, показываешь уже через здание, делаешь ниндзя. Те, кто не смотрел топ 11 провода камеры, вот здесь, что такое ниндзя, вы узнаете. Вот в данном случае сделал автор CinemaDron ниндзя. Выглядывание. Ты выглянул. Показал нам солнце. Снизу мы видим срач. Полный безлод, стройка и все остальное. Начал бы с этого кадра, с крупного, но не на высоте пятого этажа, как ты в данном случае сделал. И показал снизу пространство с мусором. Я поднялся бы почти кверху на этаж, ну если он там 20 этажей, поднялся бы на 18 этаж. И очень многие дрончики почему-то меня не слушают, почему-то игнорируют, потому что я постоянно говорю, что сильный есть инструмент, это подъем камеры вверх на плюс 30 градусов. И все боятся почему-то лопастей. Но если вы делаете будешку, множенную на 2 от количества кадров, вы не будете получать этих лопастей, если не снимаете, конечно, против солнца. Но в любом случае это можно все вылечить. Смотри, я снимал недвижимость, снимал ее в самый неудачный период, это декабрь, когда у нас нету деревьев, у нас все стрёмное, мрачное, короче, фильм ужасов. Я бы на твоем месте ролик бы начал с нейтрального, то есть задал бы какое-то настроение для зрителя. Я бы крупным планом снял твое здание, которое ты снял вот здесь, да? Ты показал снизу 15% ненужной информации, которую, в принципе, нам смотреть не нужно, ты акцентируешь внимание на город, на какой-то мини-общий план и плюс закат. В принципе, неплохо. Но для этого нужно человека подвести, как бы это я сделал на твоем месте. Смотри, я бы крупно снял это бы здание, самое красивое, которое у тебя есть. В данном случае ты выбрал вот это. Плавненько идти вдоль текстуры, написать во время этой текстуры Cinema Drone, Евгений Кошин. Постепенно, постепенно выглядывая за угол, камера поднятая должна вверх, потому что должны спрятать снизу. Зимой, на самом деле, снимать стрёмно, потому что особенно город, он вечно грязный, какой-то срач, особенно если строительство какое-то. Я бы на твоем месте поднял бы камеру вверх, постепенно проводил бы по красивым элементам, дизайнерским вот этим всем переходам по стеклам. И этот угол камеры позволяет не отражать сам дрон в стеклах или в отражениях этого здания. Плюс ты показываешь его текстуру, сдаёшь настроение, постепенно камера опуская вниз и выходя на общий план города. Вот в чём я тебе хотел объяснить. Это было бы круто, если бы ты так вышел именно этим кадром и показал бы этот закат. То есть человек сначала не знает, что происходит, просто постепенно ты покажешь фасад. И раз вышел на общий план города, надо было тебя сделать выше. Показал жизнь этого города, он же не мёртвый. Я посмотрел весь твой ролик и у тебя не было никакой жизни в нём. У тебя всё мёртвое, как будто у тебя есть здание, как в Припяти, как в Чернобыле. И есть промзона, где там что-то дымит, как в Мордоре, я не знаю, как в Лос-Синь-Колец. То есть ты не показал какого-то движения. Я вижу, что есть машины. Я бы подождал бы ночь. Ночью очень много красивых, можно вытянуть интересных нюансов. Ты показал силуэт города, мы его видели. Потом ты показал нам солнце. Показываешь нам достопримечательности своего города. Но ты ни одного кадра из трёх не показал общего плана города. У тебя только были предпосылки на общий план, но ты его не показал. Ты сразу начинаешь лупить уже по конкретно своим объектам. Ты нас не показал, где мы сейчас находимся. То есть знаешь, типа фильм, который снят в одной комнате, но не показан в какой стране или в какой общей локации. То есть тебе всё снято в одной комнате. Ну промзону ты, конечно, показал во всей красоте. То есть ты про свой город рассказал всё в одной комнате, а про заводы по промышленности показал конкретно, действительно, во всей красоте. То есть я же не думаю, что город самый стрёмный, нечего там показывать. Даже когда нечего показывать, можно что-то показать. Ты просто сделал нарезку кадров. Но я тебе всё-таки бы рекомендовал показать больше движения. Вот смотри, я когда снимал недвижимость, самый неудачный период, Когда все стрёмно, это не лето Все кусты, деревья, превращаются Какие-то палки, стручки, какая-то фигня Полная И то я пытался как-то сделать динамику из этого Полного трэша То есть я вылазил с под моста, чтобы выйти на свой объект Который я снимал, чтобы хотя бы на переднем плане Какие-то менялись объекты Вообще ролик прикольный получается, когда есть Какая-то динамика и статика У тебя ролик получился полностью статически Не считая то, что дым шел из трубы То есть ты не показал жизнь этого города Не думал, что он мертв этот город Потому что все говорят, что этот город какой-то стрёмный Ты его так и в принципе и показал Но я уверен, что в этом городе есть жизнь Я с помощью переднего плана Пытался с динамики выйти на статику То есть ты в принципе работал только по статике Да, надоедает И хочется немножко динамики Видишь, я снимал город на переднем плане Есть какое-то движение с выходом на статику То есть в любом случае Думаю, что у тебя есть, там нужно было транспорт подснять И я тоже подождал Сидел 4 часа в кафешке Грелся, было холодно Я грелся и снял вечером Вечером же играет огни Вот эти все переливаются фонари Блэмут в там всякие разные лампочки Это очень круто, классно Такой Лас-Вегас сделать Ты мог со своего города это спокойно сделать Но почему-то не сделал Но на будущее я тебе говорю, что У нас у дрончиков есть 24 часа Мы не только снимаем днем или на рассветении на закате Мы снимаем еще плюс ночью И ночью на самом деле И тоже много фаз здесь Это предзакатное время, это первые фонари Это полная ночь, глубокая ночь и полурассвет То есть есть много еще других фаз съемки В данном случае это фаза послезакатная Я тебе показал в своем примере Я разбавлял ролик статический С помощью динамического движения фонарей, ламп, автомобилей, трассы, шоссе Но в Челябинске в ночное время Твои офисы, которые ты показывал Вот эти красивые здания высокие Как похоже на Москов-Сити Ночью бы снял эти здания Я думал, что ты был бы в максимальном выигрыше И было бы мощно Поверь мне Это разбавило твой ролик максимально Итак, смотрим зал органной и камерной музыки И опять ты показываешь снова же Как и в начале Сначала у нас были силуэтные здания Потом ты показал с выпадом ниндзя Опять же на них Показал у нас театры Опять вышел на те же здания Мы уже их видели Зачем нам еще раз показывать Иногда лучше сделать короче ролик Но не показывать одно и то же самое постоянно Лучше сделать все-таки кадр длиннее Сам по себе длинную проводку Чем эту проводку сделать короткую Но везде ее раскидать Как салат, раскрошить по всему ролику То есть, ну поверь мне Цирк в принципе хороший кадр Ты пробовал его снимать сверху Вот так камеру опустить вниз И показать его в плане Он красивый или нет Я не знаю Напиши в комментарии Цирк может быть Но мне кажется, что было бы красивее Если цирк взял бы И от края до края Сделал его пропорционально И максимально приблизил Крупнул бы картинку Для того, чтобы убрать справа стройку Вот этот весь Какой-то мужик лазит там Ворует бутылки Или что ли кирпичи воруют А, это рабочие То есть, крупный план вопросов нету Но опять же у тебя Почему-то справа пустой кусок Не знаю почему Но есть такое понятие В монтаже Это дать воздух картинке То есть, когда что снимаешь крупное Дать сбоку немножко воздуха В принципе, может быть и да Но я не знаю Я бы, наверное, был все-таки Справа бы прикрыл Цок у нас Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь Восемь кадров Ты показал общий план города И то относительно общий Мы не видим даже Всех границ этого города Опускаемся в облака вниз Опустились мы в облака Или в дым Раз ты показываешь Теперь очень яркий кадр После темного И ты показываешь уже Саму промзону Смотри, этот кадр Он не туда и не сюда Я понимаю Было бы круто Если бы ты с помощью Этого бы дыма Было бы у нас два кадра Первый кадр В данном случае Который мы сейчас видим Ты заходишь в облако Дыма Либо облаков Я не знаю Нашел бы такой же Самый похожий Примерно Облако с трубы Сделал бы наложение И вышел бы конкретно На общий план С всей промзоны Я думаю Это было бы выигрышно Кадр мощный Крутой Эпический Стоковый Но вот это облако Смотри, опять Сунул облако То есть ты сделал Облако с выходом Резким на яркий кадр Потом ты сделал Еще раз Через кадр Снова облако Я понимаю Что это якобы Может быть дым Быть Может быть Прикольно Но опять Сейчас наверное Яркий Теперь душкар Не, ну здесь В принципе Может быть Но Первое самое облако Оно ни туда Ни сюда Не надо было его использовать Я бы с такими Использовал На то Что делаю ранее Это через Облако Другой трубы Может быть Выглядываю Здесь солнце Еще Какое за облако Может быть Но этот кадр Я бы даже больше Протянул С колесом Я бы больше Протянул Дольше Я бы еще Дополнительно К этому кадру Снял Крупным планом Эти вагонки Которые Как эти кабинки Я бы еще Снял крупнее Мне кажется Это было бы круче Этот кадр Классный Мощный Супер эпичный Стоковый Еще бы я Дополнительно Снял Еще крупный план Этому плану Этот кадр Лишний Он не имеет Никакой Смысловой Нагрузки Мы видим Просто торговый Центр День Все мертв Ничего не происходит Людей мы не видим Так Даша Следующая Локация Мы показываем Здание Потом мы Показываем Крупный план Этого здания Может быть Кстати Похоже на Москов Сити Может быть Это хорошая Локация Хорошее место Ты выбрал Здесь у нас Много Лишнего Мы видим Лишние крыши Мы видим Грязь Какой-то срач На крышах Все темно Ты пытался Как-то его Затемнить Специально Чтобы меньше Его обращали Внимание Но его Видно Кадр Прикольный Но Мне кажется Что если Ты бы взял Опустился Максимально Низко На высоту Вот этой Макушки И поиграл бы Как солнце Переливается На этих Гранях Я думаю Ты получил бы Намного Круче Картинку Поверь мне То есть Вместо Общего Плана Этой штуки Если бы взял И опустился Был максимально Вниз Камер направил Вдоль И пытался Сделать Так чтобы Переливались И слепили Оптику Именно лучи Этой конструкции Ты бы просто Кайфанул От того Что ты бы увидел Просто В следующий раз Попробуй И ты Показываешь Теперь снова Нам Этот Отель Видгов Мы его уже Видели Нам уже Его показывать Не нужно Нам уже Было достаточно Теперь ты Еще добиваешь Нас Еще Крупным Планом Мы его Увидели Уже Три Или Четыре Раза Нам Это Было Достаточно Этой Немникация Лишнее Дальше Мы Переключаемся На следующую Локацию Классная Локация Постсоветская Вообще Супер Мне нравится Круто Общий План И крупный План Вопросов Нету Круто Все Как пишет Книжка Сделана Отлично Мне нравится При коем Что у тебя Справа Темное Такое Слева Яркое Супер Мне нравится Такой Контраст Все Здесь Какая-то Паре Вопросы Нету Ты Оставляешь Опять Эти Облака У тебя Какая-то Привычка Тыкать Облака Между Какими-то Блоками Между Блоком Города Между Блоком Каким-то Заводом Между Трубами Ты Его Пытаюсь Оттыкать Я Понимаешь Ты Показываешь Именно Экология Возможно Но В данном Случае Видишь Ты Показал Как будто Дым Облака И раз Перешел Опять На Город То есть Не знаю Твою Философию Но Мне Кажется Что В данном Случа Уже Перебор Кстати Прикольное Здание Отлично Супер Сто Коррекция Хорошая Время Выбрало Отличное Композиция Классика Классика Вся Композиция В кадре Супер Кстати В Москве Какой Похоже По-моему Мид Называется Или Как У вас Напишите Как В Москве Называется Это Здание Очень Похоже Я Часто Встречаю Именно Структуру Здания В Москве Тоже Есть Такой Дом Со Звездой Очень Везде В Советском Союзе Тыкали Красиво До сих Пор Смотрится Мне Красиво Снял Как будто Доли Зум Сделал Кстати Показалось Так Сейчас Мы Пошли По Крупняка Супер Вообще Вопросов Мне Тебе Нравится Темновато Здесь Честно Надо было Немножко Подтянуть Потому Что Темно Честно Реально Темно А здесь Мне понравилось Знаешь Что Здесь Слишком Темно Ты Показал Вот Хотел Сделать Крупным Планом Статую Она У тебя Очень Темная Настолько Темно Что Даже Я вижу Просто Черное Пятно Да Я вижу Какие-то Маленькие Нюансы Но Ты Слишком Перейти Давай Сейчас Я возьму Твою Картинку Сделаю Скриншот И попробую Его В премьере Потянуть Я понимаю Что это Не прорез Что у меня Нет информации Уже По цветам Но давай Все-таки Попробуем Немножко Проверить Что будет Если мы Будем Тянуть Из того Что у нас Есть Итак Я поставил Твою Работу Скриншот В джипеге Который Не имеет Уже Информации По Картинке Но будем Стараться Уложилось В 40% То есть Меня Оскрыли Весь Потенциал Нашей Картинки Ну И на нуле Тебе Ничего Не вижу Кстати Ты тоже Я вижу Что от нуля Убежал У тебя Все на 5% Что тоже Правильно То есть Ну По красоте Делал человек С умом Но я бы Немножко Растянул бы Диапазон Нашей Картинки И Приблизил бы И посмотрел Что происходит С нашей Черной Скульптурой Которая Как какая-то Черная дыра Получилась У тебя Итак Я бы Немножко Шадос Тени Немножко Подтянул И видишь На самом деле Мы видим Больше информации Чем ты нам Ее показал Просто Сама скульптура Слишком Стреная Но когда Мы не видим Конкретно Все информации По этой скульптуре Мы видим Какой-то Глюк В экране Или как будто Кто-то взял И фиганул Чашкой в экран И он видит Кусок Изображения Если я Тяну Шадос И вижу Что здесь Есть информация Значит Ты не дотянул До конца Да Я сейчас Тяну JPEG Я теряю Сейчас Все остальные Цвета Но в любом Случа Я вижу Что есть Куда было Тянуть Стукульптуру И ты слишком Сделал Темную Поэтому Цитокоррекция Здесь проблемы В этом кадре Ты скульптуру Немножко Угробил Слишком Ты не дал Информации Зрителю Полную Так что Подтяни Тени Кадр Мне понравился Тем Что ты Хотел Показать Нам Баш Из Через который Ты выходишь На Якобы Общий план Города Но при этом В этой Башенке Мы На самом деле Не получили Никакой Интересной Информации Скучно Получилось Как Это Можно Было Сделать Я бы Все таки Поднял Башню Вверх Башню На башне Я помню Что есть Красивый Герб Закат Я бы Все таки Вот таким Образом Показал Покрутил Чтобы Заиграли Все Грани Этого Здания Чтобы Все Переливалось Все Блестело И Таким Образом Как-то Красиво Вышел На Общий План Города На Твоем Месте Это Было Было Очень Сильно Вот Например Представим Что У тебя Химера Которую Ты Показывал Где-то Сбоку Она Была У тебя Химера Вот Она Она Бы Очень Красиво Смотрелась Судя По Теням Если Ты Дрона С этой Стороны Снял За Ней За Этим Кадром Снял Сзади Силуэтом С С Видом На Закатное Солнце И Городом Ты Просто Офигел От Какой Результат У тебя Да Немножко Сбоку Либо Камеры Опустил Вниз И Поднял Вверх Ну Дрон Опустил Вниз И Камеры Поднял Вверх Ты Бо Получил Очень Интересный Результат Это Была Очень Выигрышная Твоя Картинка Но Надо Было Так Сделать Так Чтобы Эта Башня Поиграла Солнцем Когда На Случай У меня Поиграла С Какими Элементами Случиками И С выходом На Какой Очень Часто Вы Заметили Переворачивая Картинку Вверх Ногами Не Того Что Я Психопат А Потому Что Это Добавляет Новый Вгляд На Обыденные Вещи Если Ты Взял Картинку Вверх Ногами Люди Бы Офигели Ты Открыл Новую Плоскость Для Творчества И Это Бы Разбавило Твой Ролик Очень Сильно Кадр Сам По Себе Хорош И Смотри Я Перевернул Картинку Вверх Ногами Она Смотрится Намного Интереснее Как будто Звездных Войн Когда Титры Идут Нужно Еще Круто Видеть Его В разных Проекциях И Пытаться Разыграть Эту Картинку По Всем Плоскостям В данном Случае Эта Картинка Выигрышная Вверх Ногами Следующий Кадр Ты Показываешь Очень Прикольный Переход С Города Который Почему Тебя Мертвый Ну Ладно Мы Это Уже Обсуждали Ранее Показываешь Именно Выход Офигенный Кадр Это Стоково Это Мощная Работа Это Круто Супер Мега Класс Ты Показываешь Опять Промзону Пошла Промзона Вопросов К ней Нет А Показываешь Снова Этот Кадр Зачем Нам Показывать Зрителю Не надо Показывать Дважды Поднимался Вверх Поднялся Будет Этого Места До Этого Места То есть Мы Уже В данном Плане Показали Что Сзади Что То Есть И Переключился На Крупный План И Продолжил Тоже Самое Движение Уже С Крупным Планом Показал Уже Полностью Вис Объем Дальше Вопросов К тому Ролику У меня Уже Нет Подсток Коррекция Все Правильно Провалов Нет Пересвет Нет Логика Уже Пошла Логично По цепочке Пошло Все Хорошо То есть В данном Случае Я Кайфую Только Почему Здесь Красный Дым Я Не знаю Наверное Стуки Такая Какая-то Выхлоп Странный Будет Все Вопросов Здесь Нет Все Круто Крупный Средний Дальний План Ты Отрабатываешь Тянешь Ролики Долго Чеку Даешь Рассмотреть Нравится И Концовка Тоже Очень Интересная Ты Опускаешься Закрываешь Постепенно Занавес Логика Тут Вопросов У меня К тебе Нет Снят Какой Дрон Какая Музыка Постепенно Опускаемся Чек Рассматривает Как будто Уходит Какой-то Туннель Зато Что Затемнило Снизу Это Круто Итак Евгений Кошин Я хочу Сделать Тебе Маленький Эксклюзив Это Правильно По Правильной Структуре Поэтому Поехали Итак Синемадрон Я сделал Раскадровку Всего Твоего Ролика Получилось 41 кадр Так Намного Удобнее Понимать Где Что Как То По Цветам Что У нас По Логике Идет Ну И Какие Кадры У нас Лишние Сразу Говорю При всем Своем Желании Первый Кадр Вот Это Первый А Вот Соответственно Последний Кадр Силуэтами Двух Двух Этих Домов Но Ни Туда И Сюда Но Никак Он Не Сочетается При Всем Твоем Ролик Если Посмотреть На Всю Концепцию Твоего Ролика Ну Он Ни Туда Ни Сюда То Я Его Просто Убираю Это Не Первый Кадр И Вообще В Клип Я Бо Не И Следующий Кадр Который Полностью Не Ложиться В Ролик Я Бо Выбросил Это Вот Этот Где Ты Снимал Набережную Где Ориант Дорговый Центр Он Ни Туда Ни Сюда Он Вообще Никак Не Относится Я Его Просто Выбросил Все Его Нет Теперь Давай Смотреть По Структуре И По Логике Что Бы Где Чего Было Лучше Как Мы Видим В Получился Честно Мертвый Но При Тем Ты Вначале Показал Пару Таких Нот Конкретно Что У Тебя Там Что Будет Развиваться События В твоем Ролике То Есть Раскадровка Она Помогает Понять Логику Что Вообще Происходит Я Сделал Монтаж Сложил Уже Весь Ролик Кучу Я Делал Скриншоты Всех Кадров И смотрю Что У меня По Цвету Что У меня По Логике И Нет Разорванных Кадров Итак Ролик Я Начал С Кадра Который Именно То Что Тебе Говорил По Зданию То Можно Было Выйти Конкретно С С С Здания На Общий План Города Взял Б Повыше Дроном Было Было Намного Лучше Дальше Я Бо Все Таки Ты Показал Сразу С Ходу На Получайте Дом Культуры Музыки Родина Я Бо Здесь Не Ставил Я Все Таки Бы Постепенно Подводил Бы Зрителя К Нашей Теме Наверное Все Таки Начал С Нейтрала Круто Было Было Показать Общий План Города Что Мы Где Мы Находимся Мы Жди В Комнате Сидим Мы В Городе Вот Я Бо Здесь Таким Образом Показал Где Мы Находимся Так У Тебя Пром Зона В Принципе В конце Ролика Я Все Таки Показал Бы Город Сначала Я Немножко Бы Повыше Поднялся Показал Прям Весь Общий План Города Конкретно Напротив Солнца Снимал Чтобы Силуэт Города Был Виден А потом Уже Детали Рассматривали Но В данном Случай После Общего Плана Города Я Такой Ли Картиной Я Был Воткнул Твой Любимый Кадр С Этими Двумя Зданиями Сюда Они Были Бы В Тему В Самый Раз После Этого Можно Было Был Использовать Следующий Кадр Это С Залом Органной Камерной Музыки Далее Я Показал Б Уже Входную Группу Этого Здания Завода Нам Еще Рано Показывать Цирк Тоже Пока Рано Показывать Тот Кадр Где Ты Провалился Сквозь Облака На Пром Зону Еще Тоже Рано Показать Мы Еще Весь Город Не Увидели То есть Вот Такую Струтуру Мы Выстроили Следующее Мы Начали Идти По Крупным Планам Дальше У тебя Есть Очень Классный Кадр Твоей Гостиницы Поставил Гостиницу Показал Крупный План Здания Но Это Здание Само По Себе Выглядит Не Очень То есть Я Бо Не Вставлял Фасад Наших Красивых Зданий Как Вот Этот Фасад Б Переключился Этот Кадр Я Полностью Убрал Потому Что Этот Кадр Он Намного Сильнее Этого Я Понимал Что Совсем Разные Здания Но Кто Об Этому Разбирается Кто Поймет Нам Главное Показывает Красиво То есть Кадр Я Удалил Полностью Удалил Приключился С крупного Плана На Вот Эту Гостиницу Это Самый Выгрышенный Ракурс Который Я Вижу После Гостиницы Я Знаю Что Идет Вот Этот Кадр Следующий Дополнительный Кадр Утверждающий Но Перед Нужно По Любому Нам Вставить Нейтральный То есть Кишка Вот Эта Кишка Была Бы Идеально То Сначала Я Былся Крупнее Показал Сверху Потому Что Она Выглядит Сверху Не Очень И Поигрался Случиками И Даже Лучше Было Сначала Показал Этот Элемент Чтобы Людям Не Было Понятно Что Что Такая Непонятная Штука А Вот Это Кишка А Это Кишка Вот Этих Зданий И Показал Вот Эти Здания Вот Здесь Рядом Этот Кадр Он Похож На Этот То Есть Они Примерно Одинаков Я Был Тоже Удалил Он Нам Не Нужен Следующее Что Был Гостиницы Общие Планы Вставлять Мы Уже Не Можем Потому Что У нас Эта Гостиница Уже Повторялась Вот Она То Есть Ну Надо Было Выбрать Кто Из Некрасивее Но Здесь Мне Больше Нравится Играть Лучики Поэтому Я Удалил Бэк Кадр Стало Бы Вот Этот Вот Таком Б Порядке Далее У нас Есть Цирк Акцентируем Внимание На цикл Нужно Перейти Через Какой-то Нейтральный Кадр Мы Не Можем Сразу Лупить Здание 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 Человеку Надоест У него Глава Будет То Нам Не Хватает Какого-то Общего Плана У нас Общих Планов Нет Тыкать Облака Мы Тоже Пока Не Можем У нас Пока По Сценарию Еще Рано Заводы Показывать Мы Пока Это Всего Не Делаем Ждем Можно Перейти Будет Через Еще Одни Облака У нас Опять Облака Есть Вот Такие Смотри Сколько У нас Облаков Собиралось У нас Три Блока Что Тебя Говорил Облаков Первый Кадр Провалился Через Облака Выходом На Промзону Но Рано Кадр Сам По Себе Крутой Но Если Ты Вышел На Дым Другой Трубы Темный И Потом Вышел На Свет Было Круче В данном Случае Один Закат Дым Надо Будет Выбросить Вот Этот Нам По Любому Придется Выбросить Причем Своем Желание Человек Должен Сейчас Не Видеть Конкретно Что Происходит Если Сдел Первый Начале Ролика Такой Маленький Намек Что Сейчас Будет Какая Промзона Потом Забил Нас Городом Мы Хотим Сделать Неожиданчик Зрителю Чтобы Он В конце Понял Типа Опа Что Не Понял Что Это Такое Поэтому Следующее Здание Я Которое Висит Там Верху На Крыше Этот Кадр Пока Я Ставлю На Перебивочный Дальше Я Был Показал Верх Ногами Вот Этот Кадр Его Перевернул Был И сделал Как Звездных Войнах Верх Ногами Вот Так Протянул Вверх После Этого Можно Было Крупно Показать Конкретно Этот Кусочек Хотя Правильнее Было Например Сделать Наоборот Мы Показываем Кусочек А потом На кусочке Держится У нас Это Химера То есть Мы Показываем Сначала Так Потом Показываем Маленький Кусок Это Здание Угол И в этом Углу Оказалось У нас Стоит Химера Это Была Логика Правильно Этот Кадр Он Не туда Не сюда Я тебе Объяснял Почему Не Подходит Мы Удаляем Он Нам Не Подходит По Поводу Следующего Кадра Этого Мы Ставим Пока На Потом То есть Всегда Нужно Оставлять На Потом Дальше У нас Удет Цирк Цирк Такая Странная Вещь Но Цирк Можно Ставить После Переходного Кадра Это Вот Этот Общий Непонятный Нейтральный Кадр То есть Как бы И промзону Не промзону Но Это Может Быть Как бы В рамках Города Дальше Мы Ставим Уже Общий План Цирка Дальше Мы Можем Переходить На Следующий Кадр И блок Это Идет У тебя Уже Конкретно Промзона Промзону Я бы Показывал Следующим Образом Показал Сначала До Половины Кадр Где ты Проводишь До Середины Постепенно Открывая Занавес Зрителю Что сзади Там Какая-то Жесть Творится Я вообще Не знаю Что с этим Делать Потом Ты Переключаешься На Такую Втыкаешь Сразу Такую Месиву Такая Импрессия Пошла Пошла Такая Импрессивная Музыка Все Все Мясо Бурлит Промзоны Там Даша Твой порядок Уже Нормальный Будет Все По порядку Он уже Пошел Нормальный Все Импрессия Кадр Классный Бакаты Провалился Сквозь облака И упал На стройку Но понимаешь У нас Внизу Слишком Темно А у нас Все кадры Светлые Мы никак Не сможем Сочетать При всем Своим желанием Он не сочетается Ни с чем Вот видишь Твой ролик Где не было солнца Он выпал просто То есть У нас все Солнечные кадры А здесь Он просто Выпадает Вот этот С родина Музыки Поэтому Наверное Мы возьмем И Разобьем Этот момент Вот здесь Родину Мы разобьем Как переходной Кадр Вот здесь Мы вот так Разобьем Вот по блокам Мы разбили Твой ролик Так нужно делать Каждому Кто собирается Делать Правильный Монтаж Своих работ Всегда нужно Разбивать Свою ролик После монтажа И смотреть Что у нас По цвету Что все Совпадало В тон И так У нас все Совпадает Темно Светлыми Потихоньку Уходят В темное И этот кадр Не лепится Никуда Где-то Проваливаясь Сквозь облака Но никак Он не лепится Ну куда Его тыкать Не понятно То есть Все Мы показали Промзону Промзона Пошла 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 Так К ней вопросов Не было Там будет Два похожих Кадра Но В принципе Этот кадр Не сильно нравится Давай мы все-таки Это уберем Поставим Вот этот кадр После этого Показать Вот этот кадр Опять вернуться На здание Это Еще раз На здание И закончить Кадр Наоборот Сделать Реверс То есть Из темного От этого Всего Жестяка Возвращаясь На свет И конец Титры И синима Дрон Надпись Ну вот Надпись Синима Дрон Полнопрозрачным Слоем Сделать Этот кадр Зданием Очень крутой Можно закончить Но если Не хочешь Париться То это В принципе Кадр Последний Тогда Придется Выбать Но ни туда Ни сюда Он классный Ну знаешь Бывает Типа Ну зачем Пятое колесо Автомобили Ну Что ты с ним Сделаешь Я не знаю Издание Тоже у нас Уже было В ролике Мы не можем Его опять В конце Оторвать От всех Еще раз Его вставить То есть Этот кадр Тоже можно В принципе Выбросить Потому что У нас слишком Много Дублей Пошло Этот кадр Можно выбросить Провалимся Вниз И ускорить Таким Сделать Ускоренный Такой монтаж Такой Раз И ты Сразу Падаешь На этот Кадр С этим Зданием И сразу Пошли Титры Вот таким Было бы Правильно Запоминай Начал бы С этого кадра То есть Мы не показываем Общий план Города Потом Показываем Общий план Города Показываем Что у нас В городе Есть Под цвет У нас Ничего Не выпадает Показываем Крупный план Входную Группу Потом Общий план Ну видишь По солнцу Он вывалился Потом Переходящий Кадр Когда мы Просто Нейтрально Перекидываем Что у нас Уже Локация Меняется Или тема Меняется Опять Крупного Что то такое Вопрос у людей Что происходит Потом Ага Это же кишка Переходящая Ага Это кишка Между двума Этими домами Так Герб Ага Где он Интересно Ааа Он на этом Доме Прикольно Ага Дом вот таким Ракурсом Ничего себе Ага Есть у него Какая-то конструкция На конструкции Стоит Такой-то Демон Какой-то Переходящий Кадр Это у нас Общий план Города Мы меняем Тему Переходим На цирк С цирка На крупного плана Переходим На Постепенно Переводя Наш ролик В другое русло Это уже В промзону У нас уже Не так все Так сладко У нас тут уже Движ У нас уже Проблемы с экологией Постепенно Мы переходим Переходим Показываем Всю Депрессивную Обстановку И переходим На облака Показываем Что типа Все хорошо Провалимся вниз В этот город И титры пошли С этого кадра Я думаю Это было бы Офигенно Просто Офигенно Смотри сам Но я бы на твоем месте Сделал так Это было бы логично Я бы сделал его короче Может кадры бы Сами по себе Сделал длиннее Проводки Но Иногда Много показывать Тоже не нужно То есть Когда ты снял Слишком много Крутых кадров Все их показывать Тоже не надо Я за 7 лет Столько всего Наснимал До сих пор Еще много чего Кто еще не видел У меня в арсенале Столько кадров И они ждут Своего времени То есть С одной локации Можешь снять 50 Крутых кадров Ты должен выбрать Всего 1 из 50 Куда они нужны Поэтому Я тебе рекомендую Всегда Когда делаешь монтаж Творческих Художественных фильмов Или своих роликов Делай раскадровку После монтажа Когда ты посмотрел Все собрал с музыкой Разложи его Как я И ты увидишь Что у тебя Совершенно по-другому Поменяется логика Потому что у тебя пазл Когда начинается монтаж ролика У нас что происходит У нас в основном Работа выглядит вот так У нас все разбросано Во все куски И мы начинаем собирать Где что куда Когда мы собрали Все структуру Нам уже примерно понятно Что куда Зачем Как у нас построено Есть каталогическая цепочка У нас есть путеводитель У нас есть карта По которой мы собираем ролик Воображение удержать Весь свой ролик Очень сложно Я когда делал Чернобыль Мне тоже было очень сложно Представить себе Что она соберет В какую-кучу Когда я разложил по кадрам Я понял Что зачем Куда идет И есть какая логика Просто еще раз Присмотри Ты поймешь Каким образом Я руководствуюсь И в данном случае Я бы на твоем месте Сделал так Но здесь не хватает Все-таки У нас какой-то Депрессивный ролик Получается У нас все Какое-то такое Может это и хотел Это показать Но все-таки Иногда нужно В своем депрессии Показывать какую-то Надежду Что все будет хорошо Так и добавил бы Немножко движения У тебя слишком мертвый ролик Получился Действительно Как будто какой-то Чернобыль Просто апокалипсис Или какой-то Мордор Где-откуда-то Сейчас будет монстр Вылазить То есть у тебя Ховер получился ролик Может это и хотел Так Но вот я тебе Объяснил Что, что, как И как это правильно Делать Поэтому не повторяй Этих ошибок Ну что же Пришло время Оценить твою работу И я хочу тебе сказать Что по уровню Я тебе ставлю Опять же Четыре балла Потому что Ты не покажешь Каких-то сложных пролетов Нет такого Сложного Эшена Потому что Пилот должен уметь Все снимать Как и статические Объекты Как и художественные съемки Также и жесткий движ Который реально На грани смерти дрона По сюжету У меня есть очень много Вопросов Блин Жизнь продолжается И надежда есть Что все справится В данном случае У тебя сразу Депрессняк Загнал ролик Вот И может ты этого Может ты этого и хотел Но так или иначе Я хотел Чтобы твой город Он был все-таки живой А не мертвый Потому что Ты показал здание Я понимаю Что в городе Вот зимой Мало людей ходит Но Как это машина Какой-то движ Все-таки я показал А так получилось У тебя По смыслу Что ты показал Мертвый город Может это Такая была И стулья Такая фишка Что все поумирают Из этого завода Но все-таки Я бы Добавил бы Кого-то движ Он бы играл Твой ролик И сделал бы Его намного Более Многогранный По сюжету Я ставлю тебе Три звезды Я не то что Сужу строго Я говорю То как Видно со стороны И с моей точки зрения Если она неправильна Пишите в комментариях Давайте обсудим Эту тему Но Как по мне Сюжет Три звезды К сожалению Я не увидел Конкретно Логической цепочки Всего ролика Камера Вопросов нету Есть только Вопросы По тому Что на начале Что-то дергалось У нас Проводки все Ровные Нету дерганий На все Плавник Аккуратненько Ставлю тебе По камере Четыре Твоих Заслуженные Звезды Они уже У тебя Прям прибились Железобетонно По камере Вопросов нету Все сделано круто Так нужно делать Каждому По цветной коррекции Ставлю тебе Четыре звезды По монтажу Много Есть вопросов Каждый Ты уже Увидел Всегда Когда Сделал Уже Готовый Монтаж Своего Ролика Складывай Его На пазлы И смотри Где что У тебя Под Цвет Ничего тебе Не попадает Нету С яркого Сразу Резко Черное Или Темное Или По смыслу Ты там Ничего Не потерял Я всегда Оставляю Еще ролик На один День Ребят Это очень Важно Потому что Всегда Нужно Пересматривать Свою Работу Через День Перед тем Как его Сохранить Потому что Можем Один кадр Забыть Что мы По всему Ролику Раскидали Пять Расклонировали Поэтому Ребята Очень полезно Канал Синема Дрон Евгений Кошин Ставлю тебе 19 баллов В следующий раз Я думаю Что ты это Учтешь И все Следующую Работу Сделать 25 баллов Я думаю Что если Ты в этом Своем Последнем Ролике Сделал бы Минимальный Закадровый Голос В своем Городе Какой-то Рассказ То тогда Закрылось бы Все Полностью Много Вопросов По этому Ролику Сразу То есть Какой-то Рассказ Что вот Я живу В этом Городе И было бы Круто Если бы Озвучил Его Своими Мыслями И это Мне кажется Было бы Очень Выигрышно Когда слова Автора Они объясняют Больше Чем то Что можно Будет Увидеть Итак Ребята Следующее Видео Которое Мы будем Смотреть Это Канал Pixel Sair Спасибо Дружище За поддержку Канала И давай Посмотрим Что ты Нам Написал Привет Поддержим Твой Канал Творческих Успехов Тебе Наше Видео На Следующую Прожарку Удачи Спасибо Братанчик Сейчас Посмотрим Твою Работу Надеюсь Ты сейчас Просто Всех Порвешь И мы Кайфанем От того Что ты Реально Снял Итак Я понял Что ты Мне писал Что у тебя Видео Без авторских Прав Но смотри Если ты Не уверен И ты Ошибся То твою Прожарку Мы будем Смотреть После Бана Ютуба В немом Видео Поэтому Я тебе Доверяю Но смотри Сам Чтобы потом Не обижался Итак Ребята Киев В тумане В 2.0 Канал Pixel Сair Окей Без проблем Братан Какие у тебя есть видосы Чем ты вообще занимаешься Давай посмотрим Канал Pixel Сair Или Pixel Сair Я не знаю Как это вы говорите Даже не знаю Такое есть Английское слово Нифига Себе Чем ты там Занимаешься Какие ты Запускаешь Дроны Обалдеть Ты купил себе Матрас Тысячный Капец Я в шоке Закат на Дисней Дарвинский Бридж Ооо Ты нарывайся Эта работа Сначала не было На фотостоке Потому что По-моему я ее уже где-то видел Напиши в комментариях Ты заливал свою работу На фотосток Потому что Я всегда на фотостоках Смотрю всех других авторов И походу Твою работу видел Киев в тумане Без авторских прав Доверюсь тебе Но ты сам понимаешь Чем это грозит Погнали Врубаем на всю Громкость Наконец-то Посмакуем Ну и посмотрим Что там у тебя Получилось Поехали смотреть Киев Что дрон напал Что это было Только же Киев Инзефук Таким-то фантомом Или первым Мавиком снималась Так по картинке Похоже Оо там чуваки Лазят сверху Кстати Блин Сколько раз я ездил Снимал этот Московский мост Не получилось Чтобы именно Конкретный Московский мост Торчал макушкой Ого Что происходит Никогда не получалось Ну Кадр крутой Если честно Кадр реально офигенный Ого Подождите Что происходит Я не успеваю Дерганя Наверное ускорил Просто видео И начало колбасить Камеру Ну Ты конечно Здесь наворотил Но кадры крутые Вот этот кадр Вообще Я не знаю Стоковый Это моя мечта Чтобы так снять Я ездил Чтобы снять Южный мост В тумане Но раз 10 И ни разу Ни мально его не снял Туман был выше Либо вообще Там на дне лежал И бестолковый Но у тебя реально Просто повезло Снять все те места Которые я хотел снять У меня только вышку Киевскую получилось Снять нормально А вот именно Вот эти места Которые я давно хочу У меня не получается Тебе реально повезло Прикольное видео На самом деле Я просто завидую тебе То что тебе удалось Снять вот эти Очень редкие объекты Которые именно В том положении Которое надо Я столько раз туда приходил У меня никак он не получался Именно чтоб так туман Четко Чтобы макушка Этого моста торчала У меня никогда не получался У меня получилось Что туман Просто снизу Как-то там Над водой Либо вообще Туман такой Что прямо Аж города Всего не видно А тебе так повезло Тебе завидует Это реально стоковый кадр И там еще реально Чуваки лазили Но по этому ролику Очень-очень много Вопросов Дружище С раскадровкой Очень серьезная проблема Итак Первый кадр Ты начинаешь с нейтрального Поднимаешь постепенно Картинку Блин Даже не успел Прочитать Что там написано Постепенно поднимаешь Картинку Киев In the fog Начел на фоне И на него наехало 2.0 Понимаешь Данный ролик У тебя не шоу рио То есть У тебя нет такого Набора кадра Нарезки Который меняет Свою локацию Он меняет свой смысл У тебя в принципе Тема одна Киев в тумане Вторая часть В принципе Он не может быть Не как этот ролик Динамичный Потому что Здесь все происходит Очень медленно Если ты хотел Сделать динамику Тебе нужно было Делать ее С помощью таймлапсов Либо с помощью Того что ты просто Выходил на какой-то Подвижный транспорт Либо выходил Там только Через таймлапсы Поэтому у тебя В данном случае То что Туман Это есть редкость И то что ты делаешь Такую красоту С помощью дрона То что не видят Другие люди Которые уходят снизу Я думаю что По стилистике Не подходит Такой быстрый Темп этого ролика Либо он бы подошел Если бы сделал таймлапсы Где быстро все менялось Когда тучи быстро Передвигались бы Тогда это было бы уместно У тебя нету динамик У тебя все статическое У тебя туман У тебя просто Сами кадры По себе Максимально Концентрированы Крутые Которые хочется Рассматривать И кайфовать Типа Вау Я в шоке Я такого реально Еще не видел И тогда Это будет реально Тему У нас в начале Классная подводка То есть Мы не понимаем Что происходит Ты пишешь надпись Резко прерываешь Надо было продолжить Дальше пролет Либо просто Лететь туманом Постепенно И появляется надпись Киев Инзефок Версия Ту Либо просто С темного Такого фона Выйти постепенно На туман И чтобы Белый текст Растворился В тумане И буквы Просто растворились Мне кажется Это было бы круче Опускаем камеру вниз Она остановилась Я думаю Ты знаешь Как я критикую Всех Кто бросает В данном случае Ты слишком резко Бросил Колесико Камеры И оно Сразу бросается В глаза И картинка Как будто взяли И по башке ударили телевизор Старый Чтобы он работал нормально Наконец-то Специально подъехать И крупным планом Снять этот южный мост Эту макушку Чтобы на фоне Видно было Как будто Небеса Как будто Выскочили Такие два великана Таких два титана С видом на солнце Против солнца Я бы еще поработал Но Наверное ты очень далеко летел Откуда-то С центра города Летел Большой недостаток Твоего ролика Что у тебя Все снято На дальних планах Ты сразу Перекинул нас На родину мать Кадр хороший Но мне кажется Слишком здесь Много дал С фиолетового Ну как-то Слишком прям фиолетовый Иногда Представь коррекции Лучше Когда снимаешь туман Насыщенность цветов Убирать Чтобы оно было Чуть не бесцветное Но не черно-белое И можно получить Намного приятнее И мягче Картинку Давайте покажу Как я снимал В родину мать И как получилось Это у меня Ты снимаешь Все слишком далеко Для того Чтобы разбавить Свою работу Нужно делать Крупный Средний Дальний план У тебя Средних очень мало Ты покажешь Родину мать Сдалека Потом почему-то Решил поднять Подергать камеру В все стороны Подрыгаться И ты включил Московский мост Очень круто Было бы Если ты взял Бо эту родину мать Показал Вот Родину мать Потом показал Как я снял Видишь У меня не сильно Такой насыщенный Да я снимал влоги Но видишь Немножко туман Лучше смотрится Когда не сильно Цветная картинка Ты взял например Родину мать Сначала Дальний план Показал Потом бы взял Эту родину мать И снял бы еще Крупно Смотри Как круто Видишь Как оно по другому Совсем смотрится То есть Было бы намного Выигрышнее Твой ролик Если ты делал И чередовал Крупный Средний Дальний план При этом Я эту родину мать Снимал на расстоянии Двух с половиной километров Чтобы ты понимал Я летел И у меня сигналом Проблема была Но я с горем Пополам пытался снять То есть Видишь Если например Я взял бы Твою родину мать Вот и ты показал ее И переключил бы Сразу на этот кадр Было бы намного Интереснее Зрителю А потом еще Еще крупно Прям чуть не в лицок Не заехал И какие-то там Элементы проработал Было бы реально круто Но как мог Так и снимал Но в любом случае Видишь Как я это обыграл То есть Ты показал в одной плоскости Только сверху И все И хватит Ребята отдыхайте А так бы Я бы сделал Еще спереди ее Бы Сзади облетел бы И еще В разных ракурсах И крупные планы Я бы проработал Это был бы Намного Выигрышный Твой план Таймлапс Видишь Таймлапс Сразу выиграл Таймлапсы Намного Выигрышнее К этой туманой И ты опять Переключился На родину мать Через дергание Вот опять же Я повторяю Если ты снимал Сначала Отработал Локацию С родины мати Переходи Сразу На локацию Следующую Ты пытаясь Взять Родину мать Южный мост Московский мост Взял Покрошил Длинную колбасу И пораскидал Как винегрет По всему столу А потом собрал Я на твоем месте Отработал локацию И пришел к следующей Отработал локацию И пришел к следующей Посмотри опять же Чернобыль мой ролик Как я каждую локацию По отдельности отработал Сделал общее Представление О местности Потому что По факту Мы видели уже Эту родину мать И ты ее тыкаешь Пять раз На весь ролик Московский мост Тыкаешь пять раз На весь ролик Лучше сделай Одну минуту ролик Но только Одну локацию После нее Следующую 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 Разрывать На целых 10 минут Одну ту же самую локацию Чередую Через один Это неправильно Поверь мне Это скажет тебе Любой монтажник Когда я снимал Московский мост Я бы на твоем месте Еще крупно Прям чуть не Как видишь На моем примере Я прям аж чуть не Волочился По проводам Я понимаю Что ты снимал В том мане Это можно было не видеть А вообще камень Ты не накормишь зрителя Нужно делать еще И перебивочные Какие-то Между прочим Кадрами А именно Вот в данном случае Вот этот Видишь Я прям залез Внутри конструкции Этого моста Ты мог поработать Я понимаю Там туман Либо тебе страшно было Либо сигнал Может не пробивал Если делать То делать нужно Офигенно Смотри Вот мог бы так Выйти с тумана И поднять Конкретно выходом На эту конструкцию Которая на пилоне Мог Мог Не знаю Какие у тебя были там ситуации Но я говорю Как я вижу И как бы Я хотел бы увидеть И знаю Что там было реально Видишь Можно было вот так сделать Чтобы снизу был туман В данном случае Постепенно открывать Раз На пилон На вот этот Кусок Оторванного Обгрызанного Пончика В виде герба Которая раньше была Но сам факт Мог обыграть Так это я уже В закат залез Ролик можно было Вообще начать С такого кадра Я вот нашел Себя в архиве Такой нейтральный кадр Где мы сейчас Зрители готовим К тому Что мы будем Ему показывать Я вот так бы начал Да Котинками трясется Потому что еще Ветроган был ужасный У меня подвес умер на камеру Но сам факт Я начал бы с этого кадра Я бы начал бы с этого кадра И постепенно бы Растворил белую надпись Киев в тумане И вышел бы уже На наши достопримечательности Нашего города Киева Круто было бы Если ты снял Крупным планом Были вот такие Вот пролеты Ты мог это В любом случае сделать О кстати Чуваки какие-то сидят Что они делают вообще Ааа Давно снимал Короче Я мог вот таких кадров Набить Именно конкретно По этой локации Вот это мои старые съемки Когда я снимал Я понимаю Что спешил Хотел вообще В один день Снять все эти достопримечательности Но поверь мне Иногда все таки Лучше отработать Одну локацию Чем везде Но ничего Послушай меня И если видишь Что красивое место Отработай вот до конца Для того Чтобы зритель получил Полную информацию А не Там кусочками Подкидывать Разные там Виды конфеток То есть Если ты вот так Отработал бы Мне кажется Это была бы Пушка Бомба Поверь мне Дальше ты покажешь Опять общий план города Почему-то Блымет Но я знаю Что это под музыку Лавру показал С пересветом Немножко лучше Сделать бледней Картинку Потому что Туман позволяет нам Делать бледней Картинку Чем на самом деле Есть Но поэтому Она выглядит Намного лучше Чем когда она Слишком насыщенная Период туманов Насыщенность Не сильно себя Хорошо проявляет На картинке Потом ты показал Старый город Опять показал Московский мост С другой стороны Показал То есть Ты показал Разные концы Киева Ну в общем У тебя Большая сейчас Проблема С структурой Ролика Но так или иначе У тебя Есть провалы По информации У тебя Много Классных кадров Но они Не дотянуты Я тебе Очень сильно Завидую С этим кадром Потому что Я ездил Очень много раз На эту локацию И мне не получалось Добиться Такого результата Вот смотри Вот реально Тебе дам пример Я сделал Целый ролик Про киевскую Телевышку Снимая только На одной локации Но мало кто знает Что чтобы снять Эту телевышку Я ездил За аккумуляторами Дополнительными Два раза И расстояние От этой вышки До моего дома Где были Дополнительные аккумуляторы Было 25 км В одну сторону В час пик Я успел Сделать целый Готовый ролик На эту тему И поверь мне Результат получился Не хуже Чем ты успел Съездить по всему Киеву И снять Каждую локацию Но по чуть-чуть И поэтому Ты растянул его На весь ролик Пораспихавшийся В разные концы ролика Я думаю Что если ты взял То же самое Как и я Одну локацию Сработал бы на максимум Ты получил бы Гораздо лучший результат Чем когда ты просто взял И не доработал Каждую локацию И не вытянул из нее Максимум Мне повезло Что Туман еще Долго держался Наверное мы еще Снимали с тобой В одно время Но при этом Я смог Сделать целый Законченный Мини фильм С отработкой Всех планов Всех ракурсов Потому что Когда летаешь Все время на одной локации Ты ищешь Самое лучшее место И как видишь У меня получилось Возвязать целый ролик Ориентируюсь только На одну локацию При этом я мог поехать Еще много чего поснимать Но я четко определил Что я должен Отработать настолько Эту локацию Что еще раз Съехать сюда Я уже точно не буду Потому что я уже Все попробовал Как видишь Я с под тумана Постепенно открываю Эту локацию Да Крестется Колбасится Но Фантом у меня Слишком рабочий пацан И он у меня Слишком любит Часто бывать В ремонтах И поэтому Он снимает так себе Но в любом случае Было бы желание Проблемы нам не мешать Видишь Я с тумана Постепенно выскакиваю Ты мог постепенно С тумана выйти На родину мать На московский мост На южный мост Я понимаю Что я слишком жестко критикую Но я хочу Чтобы получилось В следующий раз Еще круче Потому что На самом деле Я тебя очень сильно завидую Потому что ты попал В очень классное время Когда можно снимать Такие кадры Давай посмотрим Для интереса Твой Киев в тумане Первую часть Что было там И передались Все твои ошибки Во второй части Киев Инзефок Но смотри У тебя плавно Надпись Не быстро Блымает У тебя все спокойненько Ты вышел на туман О Потихонечку Плавненько вышел На общий план Города Задаешь настроение В этой же локации Отрабатываешь Теперь лавру Может быть Насыщенность у тебя Нету Что есть Что это такое Что было Как-то колбасного Как будто Не знаю Как дрон упал А Это переходы Такие Это реально Круто Братан Я тебя просто Завидую Это настолько Мощно И круто Таймлапс Здесь просто Сок Ты еще Стабилизировал Наверное Его долго Потому что ветер Был сильный Вау Супер Только Если ты бы Немножко Убрал Насыщенность Всю красоту Под пересветом У нас более-менее Только у нас По балансу белого И ты резко бросил камеру Естественно Сигнал у тебя Не пробивал У тебя дергалась Картинка Ну вот это кадр Вообще Просто Кайф Очень сильно Вишь Когда мы смотрим Картинку Плавненько Неспеша Ничего не дергается Мы не выстанкиваем У нас не блымают Локации между другом Мы можем Кайфануть И насладиться Роликом И в данном случае У тебя постоянно Все повторяется То есть Тебе дергалась Наверное за то Что у тебя Сигнал был плохой Но если ты видишь У тебя Картинка начала дергаться Беспощадно Ее Не вставляй В ролик К сожалению Это злая правда И чикс И плавненько Вышел И плавненько Вышел И все Аж свет погас Когда свет погас Значит типа Финиш Все Начал крутить Во все стороны Камеры Короче Я тебе говорю Что Первая часть Мне показалось Немножко Поинтересней Чем Вторая часть Вторая часть Она слишком Дерганная Нервная Раскиданная Винихрет По всему Ролику Такие явления Которые очень редки Для нас И хочется просто Рассматривать И на создаться Именно каждый Пиксель На твоей картинке А когда ты начинаешь Делать трейлер Какого-то боевика Из своих кадров Это немножко Напрягает Снимает Туманы Динамическая Быстрая Движущая Какое-то Мясорубчатая Музыка Не подходит Нужно что-то Спокойное Для того Чтобы человек Мог получить Умиротворение От твоего ролика Кайфануть Развалиться На сиденье Пить чай Теплое какао И просто Наслаждаться То что он Видит Посмотри В каком я стиле Сделал Киевскую Телевышку И ты поймешь Что динамика Она не всегда Уместна Я понимаю Что ты хочешь Сделать Драйв Движ Вах Люди бахнули Офигели От того что ты сделал Но поверь мне Получается Все наоборот Иногда Экшен Неуместный В местах Где должна быть Статика Спокойство И умиротворение Итак Пиксел сейр Давай посмотрим Что у тебя получилось У тебя получилось 24 кадра Из твоего ролика Так Ты начал ролик С тумана Что в принципе правильно Потому что мы снимаем Что? Снимаем туман Если начинаем С тумана То это значит Что понятно Что сейчас будет происходить Это логично Круто Следующий кадр Ты показываешь Южный мост Но он у нас Такой Полуживой Его практически нету И ты его снял Всего лишь За весь ролик Два раза Как ни крути Но вот этот кадр Он намного красивее Вот этого Видишь? Давай сравним кадры Второй кадр Который был у тебя в видео Он хуже Чем тот Который был В средине ролика Поэтому Этот кадр Я выбрасываю Он слабее Он не такой насыщенный И эти два кадра Keep in the fog И этот второй кадр Который я поставил Он по цвету совпадает И он более Лаконичный Понятный Если ты эти кадры Тянул дольше Они дышь 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 Как это Как мачете Ниндзя Чук-чук-чук Порезал все кадры И пораскидал По всему таймлайну И все Типа Все хорошо На самом деле Нужно Тоже подходить С умом И подходить По методике Давай я все Передвину И будем выстраивать Его уже По нашей логике Итак Следующий кадр Я бы показал Наш Киев Очень красивый Киев Мне понравился По цвету Это когда мы Показывали Общий план города И мне очень понравилось Вот смотри Есть два кадра И они почти Одинаковые Вот этот кадр Будет красивее Чем вот этот кадр Поэтому этот кадр Я убираю Ну да Здесь конечно По горизонту Лучше видно Здесь план города Какой-то просматривается Но я бы все-таки Ну наверное Я его пока отложу Возьму этот И добавлю его сюда То есть это логично У нас под цвету совпадает Убери насыщенность Немножко тени То есть Шадоус под тени И немножко Ты вытянися И будет в принципе Логичная картинка Следующий кадр После города Я бы показал Другим планом То есть вид сверху Я бы сделал вот так И по красоте Я бы его перевернул Вот таким образом Кто знает Как у тебя дрон летел Если камера смотрит вниз Сверху вниз Или сверху Снизу вверх То есть Эта же локация Мы добиваем уже Ее до конца Что здесь у нас Еще рядом находится У нас находится Рядом церковь Андреевская церковь Добавляем ее сюда Немножко убираем Насыщенность Да у нас насыщенность Очень красивая Но у нас Повыпадают Все остальные кадры Кстати У нас уже была Андреевского Мы показали сверху Теперь мы показали Ее ближе Я бы на твоем месте Эту картинку бы Кропнул Вот таким образом И показал Как будто мы Сымитировали Что мы сняли ее Близко Почему-то многие Это стесняются Туман Мост Общий план План в плане И Типа В мерках дрона Крупный возьмем Можно да еще будет Кропнуть картинку Типа Но в логику Ты понял После этого кадра Потихоньку Мы можем перейти По цветности На Вот этот кадр Мы уже точно Выкидываем Все Он уже точно Нигде не ляжет Можно про него забыть Очень красивый Таймлапс был сверху Вот этот Красивый кадр Просто бомбический Потом у тебя Был Кто-то из них Вот еще два кадра У нас есть Этого Московского моста Вот есть два кадра С московского моста Смотри Давай подумав Что мы можем сделать В принципе И сверху Можно его показать И спереди Можно показать Я не помню Это таймлапс Или не таймлапс Если это не таймлапс На твоем месте Я бы кропнул картинку Или сделал бы Имитацию кропа То есть Сделал бы На таймлайне Приближение картинки И ты сделал бы Более динамическую картинку Из того Что в принципе У нас почти Похожие кадры Я бы кропнул Эту картинку И сымитировал Опять же Как будто Мы сняли ее Близко И как видишь Мы сделали имитацию Типа ближнего плана Этого моста Мы показали его В плане Как он выглядит И потом мы его Покрутили Вот мы его покрутили Вот И микаться Это было бы Намного лучше Из того Что ты предложил нам Что у нас по цвету По цвету Мы складываем все В один тон То есть Здесь все сложены В одно место Теперь берем И смотрим Что у нас осталось По цвету И видим Что у нас Осталось Пять кадров Давай мы их сравним Между собой Посмотрим Кого Куда поставить И что там изображено София осталась Родина и мать Два кадра И общаки Этот общак У нас В принципе Можно сюда его поставить По балансу Он у нас Не попадает Но он будет у нас Как переходящий Его нужно будет Просто вытянуть По балансу С этим Убрать Немножко синевый И он выравнится И убрать насыщенности То есть У нас будет Переходной кадр И переходной кадр Постепенно На лавру Тоже убрать Немножко фиолетового Убрать насыщенности И мы постепенно Телепортировались В следующую локацию Потом Очень сильный кадр У тебя был Вот этот Потом я поставил Вот этот кадр Это было бы Просто Супер Мега круто Вот я тебе просто рекомендую Вот так сделать Дальше Что у нас осталось У нас осталась Родина-мать И переходящий кадр Города Вот этот кадр Можно сделать Кстати Я бы наоборот Даже Этот кадр города С переходом Выкинул Вообще Постал бы Вот этот кадр Сразу после него Поставил бы Вот этот Потом вот этот И общий план Сверху Убрал бы Немножко фиолетового Добавил Немножко Убрал Немножко насыщенности Этот кадр Я бы вообще Убрал Мне не нравится И Родина-мать Давай теперь Отбирай То что у нас И так Перебор По Родине-мать Опять Родина-мать 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 И два Почти одинаковых Кадра Только с дальним Планом Родины-матери Этот кадр Мы точно выбрасываем Нам не нужен И что у нас Получается Родина-мать Родина-мать Синяя Родина-мать Очень сильно Проигрывает Но она Показывает нам Сзади Интересный План города Этот план Тоже мне нравится Неплохой Этот план Тоже прикольный Эти два плана Вообще между собой Одинаковые Я бы их Просто один из них Убрал Это слишком Дальний план Родины-мать Через Софию Через Лавру Я бы тоже убрал И слишком Дальний план Прям мега космический Я бы наверное Тоже убрал Потому что у нас Есть этот план И этот план Был бы тоже убрал И понимаешь Таким образом Из-за того что ты Мало нахватал Средних крупных План на одной локации У нас получается Что мы все Выбрасываем И остается у нас Очень мало Остается кадров И как мы видим После того Когда мы разбили Твой ролик И так Лавра пошла И начнем С первого кадра С дальнего плана Мы переходим Потихоньку По цветности На родину мать Потом родину мать Показываем Немножко ближе Потом мы показываем Опять же Они друг с другом Они совпадают То есть Какую-то родину мать Придется выкинуть Скорее всего Вот эту И эту родину мать Я бы наверное Оставил бы Все таки Одну Которая завершающая И та Которая Основная Но фишка Но фишка Что у тебя Они практически Одинаковые Если был бы Какой-то Крупный Средний план Как я тебе говорил То можно было Как-то разбить А так они В принципе Одинаковые Сами по себе Еще по разной Цветности И тут Надо кого-то Выкидывать Но и в город Прикольный Этот прикольный Кадр Но я Так как у нас Киев в Томане То все таки Город Все таки Нужно показать И этим кадром Будь закончил Даже может Будь и закончил Таким дальним Планом И вышли бы Титры Вот так Это твой ролик Должен был Выглядеть Я бы на твоем месте Будь сделал так Из того Что есть Но так делать Не надо Имеется ввиду Не надо Именно Снимать Слишком Мало На каждую локацию Потому что Сам видишь Что по одному Кадру Пришлось вставить А если на одном Вместе проработал Хотя бы два Кумчика Отстрелял Поверь мне Ты бы получил Более насыщенный ролик Давай пробежимся Начало с тумана Тумане Показываем Пока Маленький объект Потом мы Показываем Уже сам город Который съедает Постепенно туман Потом в плане Показываем Как туман Движется над городом Потом показываем Церковь Андреевскую Потом показываем Московский В плане Потом показываем В крупфакторе Московский Ближе Московский В таймлапсе Где-то Кто-то из них был Не помню Дальше мы переходим Плана с локации На Софи На лавру Мы не показаны Сначала лавру Потом раз мы Зрители показали лавру Мы лавру показали В силуэте Потом лавру в плане Только надо будет Немножко насыщенную Собрать Перешли на родину-мать И родина-мать В конце Общим планом И титры Родину-мать Жалко Что ты не до конца Ее добил Но вот так у нас Получился с тобой Ролик Я думаю Ты понял Тебе это будет полезно Спасибо тебе большое Что прислал свою работу Давай теперь оценим Твою работу По нашей системе Итак По оценке Уровень Я ставлю тебе Три звезды Потому что ты В принципе летать умеешь У тебя проблема Конечно с камерой Она тебе колбасится Куда хочет Но то что ты умеешь Делать там лапс Что ты умеешь Уже делать Какой-то некий монтаж Я тебе ставлю Три уровень звезды Потому что В принципе пилот Хороший Он умеет видеть Прекрасно У тебя это есть Но к сожалению Немножко Прекрасно Нужно максимально раскрыть А не просто Потух понакидывал Как винегрет Пошинковал его Как мечеты ниндзя Так чух-чух-чух Пораскидал его Эти все кадры По всему ролику Но когда ты собираешь Общую картинку Человек же Когда посмотрит Твой ролик Он же видит Общую картинку Что я видел Что я смотрел Что только что произошло И когда он видит Что все время тыкает Его постоянно В одну и ту же самую локацию Он типа Опять Ну я же это видел Ладно Сколит-скролит А потом все закрывает И не смотрит Человек должен каждый раз Получать новую Интересную информацию Он должен постепенно Как кушать Знаешь По уровню Ты хороший пилот Ты летаешь Что маня Ты уже его не ложишь Что у тебя Он не падает У тебя не потеет Оптика У тебя хорошая картинка У тебя не было Потной картинки Не было у тебя Капленные объективы Поэтому это тебе реально Лайк И подписка Ну конечно Уровень 3 Тебе точно ставлю По сюжету По сюжету Я ставлю тебе Две звезды Ты сам понимаешь Почему Потому что Есть много проблем Я не буду еще раз Сотравить эту тему Но я думаю Ты понял В чем у тебя Проблемы сюжета Нету никакого Ты хотел сделать блокбастер Из статической Обычно Спокойной музыки Ты начал устраивать Хип-хоп Вечеринку На каких-то похоронах Поэтому Ну я хочу Чтобы ты делал Более разумно И правильно подбирал Видео Под музыку И наоборот По камере У тебя есть Хорошие настройки Ты не снимал То есть у наручных настройках Ты делал таймлапс У тебя ничего не блымало Но есть поддергивание У тебя местами дергался Понимаешь Что ты ускорял видео Преускоренное видео Одеально камера Не будет стоять Тоже надо это все Прекрасно понимать Но так или иначе Поддергивание есть Даже на обычных пролетах И конечно же У тебя баланс белого Постоянно разный Не знаю почему Баланс белого разный Но может солнце менялось Еще что-то Но это тоже нужно Отчитывать И на монтаже Это тоже вытягивать И контролировать Потому что у тебя ролик Как я тебе показывал У тебя он Ну реально Разбросанный По цветности Следующее Это цвет Взял и сделал Венегрит по всему ролику И соответственно У тебя эти цвета Начали выбивать Человек любит смотреть Когда картинка Возьми Посмотри Любой фильм И сериал И ты Обрати внимание Что цвет На всех кадрах Одинаковый Абсолютно одинаковый Он не меняется По балансу белого Он не прыгает Он не снимает И ночью и днем Но картинка Почему-то всегда Одинаковая У тебя в данном случае Из-за того Что ты снимал Разных локаций Может разное время В разные дни Но у тебя То синий То фиолетовый То синий Зеленый Какая-то такая непонятная Поэтому Цвет нужно контролировать И просто реально Хороший пример Посмотри Любой фильм И сериал Следующий Монтаж Монтаж Я тебе ставлю Две звезды Потому что По монтажу Опять же Ты видел У тебя получилось Мясо Такое ощущение Как будто взяли Твою работу Кинули гранату И разфигачила Во все стороны И ты собиралась С того что было И как получилось У тебя результат Полный венингрет И калейдоскоп Всех впечатлений Твоего ролика Я думаю Что в дальнейших Своих работах Ты справишь эти ошибки И как ни странно Первая часть Киева в тумане У тебя получилось Случай За счет того Что было спокойнее Спокойнее Оно и было И правильно Потому что Туман Это явление редкое И динамика Здесь неуместная Поэтому Общий балл Тебе ставлю 13 Это тоже неплохо Потому что У нас были работы Еще хуже Спасибо тебе большое За поддержку канала И надеюсь Что в дальнейшем Твои работы Выйдут на новый уровень Ты исправишь Те ошибки Которые я тебе указал Я уверен Что следующая Твоя работа Реально будет круче И ты подберешься 20 баллов И выше Просто делай Снимай И слушай Что тебе говорят Потому что Со стороны Оно виднее Поэтому Спасибо тебе большое Удачи И не останавливайся Итак ребята Следующая работа Которую мы смотрим Кто поддержал мой канал Это Андрей Васильченко Привет Небольшая поддержка От канала Андрей Васильченко Спасибо тебе большое За поддержку канала Давай посмотрим Что за у тебя канал Это тебе такой Будет маленький Сюрприз Итак ребята Зашли мы на канал Андрей Васильченко Надеюсь это твой Который смог найти Канал фотографа И путешественника Красивые короткие ролики Земли и воздуха Добро пожаловать Давай посмотрим Страна Россия Ты не скинул мне Свою работу на прожарку Но мне стало интересно Чем ты занимаешься И давай посмотрим Что у тебя За есть работа интересная Ролик содержит полеты Которые я бы не советовал Повторять без должной тренировки За время съемки Не было ни одного краша Приятного просмотра Летайте плавно И как можно ниже Ну ниже не всегда надо Слушай Ну реально классная работа Вау Я так люблю Заснеженный лес Но что-то у нас Пару лет не везет с этим Ребята я не понимаю Почему Но Иногда скромность Таит за собой Таких авторов Что просто Слушайте реально Крутое видео Почему не прислали На прожарку Работа Просто так Но Тут уровень уже Сразу пахнет Тройка четверкой Как говорит Мой знакомый Рукожоп бы Это не сделал Обалдеть Крутое видео Давай посмотрим Что еще Алтай Я уже Алтай Уже обученный Пацан Я уже этих видео Про Алтай Видел много Это реально Классные Художественные кадры Сиберия Групп Обалдеть Как же круто Как будто Я сейчас смотрю Какое-то видео Про какие-то Хоббитов Восстание колец Как будто Сейчас начнется Какое-то Ух ты шо Таймлапсы Кстати тоже Пробовал Таймлапсы На дрон снимать Ставишь дрон на землю И снимаешь Таймлапсы Единственное что бывает Камера вращается Надо выровнять Обалденно Как же я люблю Таймлапсы Супер Офигеть Еще кони Выбежали Ай да ты шо Я на все пор Вспоминаю Сразу смотрю Алтай Сразу вспоминаю Синемадрон И Камчтера Вот эти два канала Которые я делал Прожарку Их запомнил Запоминаются Вообще Крутые работы Всегда Обалденно Просто кайф Еще и динамика Есть Еще и мясо Да ты шо Офигеть Как же круто Ребята Вот это я понимаю Уровень Как же красиво И снято по уму И титры И шрифт Классный Слушайте Слушайте Ребята Я подпишусь На канал Мне уже интересно Что еще у тебя есть Небо Не знаю Как по-русски Пально выговаривать Бошира Валой Валой Долина Бошира Блин Прям такие Стоковые кадры И все И все по крупности Здесь круто Обалдеть Такое ощущение Как будто я попал В какой-то штат Аризона Где-то в Америке Знаете Такие есть Долины Крутые Обалдеть Е-мое Подожди Я не могу А что происходит А мне показалось Вообще Такое Как будто Крупный план Какого-то там Мега Монстра Потом я уже понял Что это такое Поворот камеры Прикольно Я тоже таки люблю Делать непонятные вещи Которые люди думают Что оно такое Только ночь С днем Никогда не мешай Потому что Надо мешать Ночь к ночи А это в Крыму Такая похожая Есть Как называется Белая гора Да Такая похожая Только там Она побольше будет Ребята Это достойный канал Чтобы на него Подписались Это Андрей Васильченко Он реально Классно Делать работу Как же красиво Обалдеть Такое Умиротворяющее Видео Которое Просто так Расслабляет У нас Экшен есть Ух ты Ветер сильный Обалдеть Такой именно Шаурильчик Такой Классный Можно было Бахнуть Офигеть Просто Офигеть Ребята Обалдеть Как же Завидуешь У вас Такие места Есть А то У нас Тут Не такое Разнообразие Как у вас Хотя Можно и Ну хочется Немножко разнообразия Одно и то же самое Доело снимать Андрей Васильченко Реально Крутой канал Очень крутые Ролики Даже на каждый Зайду ролик И поставлю лайк Потому что Честно Очень крутые Работы Мне очень нравится И Я очень удивлен Почему всего Ишь Вся два подписчика Ребят Давайте поможем Андрею Васильченко Потому что Действительно достойный Человек Внимание Его канал Просто обидно Что 56 просмотров Такую работу Над которой Человек работал Реально Не один день Как минимум Неделю Точно ковырял Эту работу И Реально Очень круто И красиво Мне нравится Спасибо тебе Андрей Васильченко За свои работы Не знаю Какую работу На прожарку Взять Вы не скинули Но Но здесь Работы Реально крутые Поэтому Хочу Чтоб больше Таких авторов О них узнали Потому что Они Скрытые таланты И хотелось бы Чтобы о них Узнали Больше людей Поэтому подписка Будет Как раз Самое оно Спасибо Большое вам Андрей Васильченко Так Ребята Следующий У нас на прожарке Это Евгений Привет Прошу оценить Мою работу По всей строгости Ну ты нарывайся Это мое второе Или третье Пилотирование Сцитокоррекция Пока очень слабо Знаком Только осваиваю И очень хочу Научиться Пользоваться Как надо Музыка Сцитокоррекция Клип собран Клип собран Клип собран Только из кадров В дрона В дрона В дрона Не надо ничего Собирать Сам поход Подробнее Немножко Позже Хорошо 6 минут Адыгея Ну че С докором Ты прав Да Но это не Самая жесть Которая я видел Ну а вот Сцитокоррекцией Несколько Сцитокоррекция Проблема А проблема В том Что ты снимаешь В самое лютое время Это в полдень Ого Небо такое Прям как будто Его прифотошопе Масками наверное Тянул Просто нереально Но все равно Смотрится так Лаконично Прикольно Похоже на наши Украинские Карпаты Красиво Ну с небом Немножко ты Переборщил На то время Немножко перебрал Но вообще В целом Неплохо Ну че Может быть Не Честно Я видел Сцитокоррекцию Еще страшнее Поэтому Сцитокоррекция Еще нормальная Ты видел Как я Раньше Сцитокоррекцию Делал Тут и Офигел бы Просто Потому что У меня была Такая стрёмная Сцитокоррекция Раньше Ооо Через сосну Мы вышли На общий план Ну Учитывая то Что ты снимал В полдень То в полдень Очень тяжело Красить Зеленый цвет И синий Зеленый Получается Какой-то бледный А синий Получается Всегда насыщенный Когда снимаешь Днем Это я уже Сколько раз Красил С этим Все Понял Гора Мало Тхач Или город Или городок Не на гора Скорее всего Красиво Похоже на Тормиттор Который В Черногории Такие Зубы Торчащие А это Шо А деды едят Хочи Тоже в России С такими темпами У меня просто в Россию Переехать Пацаны Потому что За границей Нас снимают Что-то напряжно В России В горах Снимают Что хочет И вообще Без проблем Хотя И вот это Тоже Но навещать Может любой Фермер За то что Этот дрон Поднял Тут наверное Как у нас Все позже Ух ты Какой красивый Кадр Этот кадр Реально красивый Стоковый Заливай на сток Продавший Этот кадр Ветер еще сильный Был И вижу Дрон Подпрыгивает А ты не сказал На что ты снимаешь Судя по плоской Картинке Такой Не думаешь Он Какой-то Инспар Точно Но То что Вытянул Такое Вбереженное Время Картинку То что Я подозреваю Что может быть И Mavic Air Второй Либо Mavic 2 Такой По деталям Что-то не сильно А Ребята Мы 4К Не включили Сейчас мы все Увидим Каждый твой пиксель Сейчас погрузится О О Давайте Крупно Посмотрю По деталям Походу Это Mavic 2 Если ему Ваша база Поправь меня Но Похоже На Мак 2 Почему У тебя Бегают Жуки Так сильно Вытягивал Темную Картинку Что Наверное Забыл Прошумить И Видишь Как у тебя Заиграли Жуки Видишь На горизонте Тебе Заиграли Жуки Скорее Ты снимал Слишком темно Чтобы у тебя Белого Не было Пересвета А в итоге Ты забыл Про жуков У тебя Запрыгали Жуки Вообще Классно Ну Слушай До третьего Полета Я не скажу Что это Плохо Я уже Если честно Я пересмотрел Все прожарки Которые Мне присылали А их Больше Где-то Ну Около Сотни Прожарок Я записал Наперед Специально Когда у меня Будет Сезон Чтобы я Не отвлекался На прожарки Я снимал Там Такие Работы Были Людей Которые Снимают Не первый Раз И не Десятый И не Сотый Раз Такие Работы Стремные А Ну это тоже вставлять не надо я понял я понял ты ух ты но ты реально кадр можно дать я еще посмотрим него это реально можно это реально можно как же красиво и люблю когда это дал немножко воздуха кстати слева но мне кажется если взял слева бы убрал этот кусок а показал какие-то только одни горы мне кажется это было бы мощнее мне кажется было бы мощнее ты бы выиграл больше но сам по себе кадр просто офигенный гора фишт блин как же круто такая маленькая дымка есть какая-то элемента 100 коллекции так сделано в принципе честно сказать вот честно сказать вот я сколько в городе снимал и сколько смотрел других кто прислал свои работы на них были изображены горы и лишь для только одно что съемка гор сверху вниз и не только вот а водопада красивого ущелья или какой там такого что невариантного когда идет съемка ворту горы красиво покажите не величество их не можете именно когда камера снизу вверх и либо прямо но когда сверху вниз на горы показывает туда либо надо ущелье чтобы левик это водопады либо кота событий либо что-то происходило но вообще не красиво никогда горы не были сверху вниз или на общий план оси выйти туда но просто камеру вниз не вариант ребята делать я бы не рекомендовал мне не нравится и кстати вот этот кракурс лучше чем тот который был слева пустым у тебя шум и колбасится либо ты насыщенности затулил на максимум вот видишь когда ты идешь по хребту она красиво горе показывать только немножко темновато надо было тянуть тени тянут shadows это кадр крутой мне нравится и как туман движется и сильный ветер как я понимаю ты еще снимал а на что ты снимал с посмотрим мавик 2 мавик 2 вот от видео оператор привет вот наш евгений ты снимаешь а потусите но прикольно чем чем нет но классно было как ты бы снял как твои друзья или товарищи шли бы по крипту и ты бы снова как они идут паровозиком через них пролетел бы там то есть мне кажется ты бы получил больше крутых кадров опять же та самая гора ее можно было выбросить и не вращать по кругу вот видишь отлет с людьми каким-то событиями на общий план гор это просто мощно как же завидую что я уже наснимался так что наснимался как столичный кадр и тесно лопасти не переломал потому что все будешь часто садить в траву то потеряешь фиксатор и будешь покупать новые фиксаторы вместе с лопастями и так что типа твоему руку скажу ролик на самом деле для чек который третий раз снимает это фантастически но он слишком затянуто длинный и мне кажется надо его резать с чего тебе предлагаю начать ты начал с этого кадра может быть только одегея не за штука одегея микация какую-то может местность куда который состоит из многих гор я бы начал твою надпись одегея с этого крутого кадра где на заднем плане были эти крутые горы которых я рассказывал этого крутого кадра бы начал и шрифт бы я рекомендовал не используя таймс не роман и все что имеет засечки ты сейчас показываешь у нас общий кота план всей местности по насыщенности ты немножко перекрутил этот кадр полдень я бы просто выбросил он слишком жены эта картинка обалденно только не упалишь как-то так небо вытянул аж видно четкие границы небо с горизонтом и она прям по глазам бьет и кадра лишний тоже можно убрать этот кадр это кадр крутой это лишний может быть это кадр красиво только насыщенный там дали и слева вообще все вот этот лес когда не было солнца лишь когда не было солнца легко было тянуть это был не полдень или полдень когда солнце зашло и сразу на себя порисовывать ничего на жженого нет у нас красивый получился лес чо кадр тоже может быть может быть этот лишний там чувак шоу теперь раз снимай конец серии начало ролика может быть опять с небом у нас беда перенасыщенная просто капец хрипты таки ну первый кадр можно было бы селит оставить можно оставить это нас малый тхачка классный кадр опять же позже не понимаешь наверно не было другое время чтобы снимать но до фильтр не всегда спасает таких ситуациях но может быть когда хорош это можно убрать потому что не похоже это можно убрать можно убрать нужно убрать пересвет против солнца это самолет если снимаешь уже в полдень уже против солнца не пытайся снимать потому что будут просто печаль под 100 коррекции картинка будет такой это кадр был крутой как из дерева вышел к ты из обратно начала вы снимали публикаться лишние старайся сам себя не снимать плохим тоном считать когда ведеров снимает сам себя предыдущий кадр был так себе этот лучше этот кадр мне нравится только синий прям он слишком синий вот такого не делай не где то есть ты опустил дрон из на кто это сделал заказчик скажет до побачивания а по русские до свидания это кадр красивый кадр красивые только иногда было ускорять мне кажется надо было ускорять было так хорошо в ты какая красивый пейзаж этот может быть что люди ходят все там жизнь есть какая-то есть искусе то есть это можно было бы тоже хороший кадр в принципе можно показать типа как высоко но этот кадр был только что перед тем кадром на два раза то же самое показали зачем дальше тебе вообще пошло все почти подряд дублировать через через серию постоянно а так вообще понятие есть вот у тебя и отрабатываешь крупничок средний хороший кадр классный хороший мне нравится это опять похожий кадр где люди стояли только по-другому зашли прикольный был ты зарейшел бы и камеру вниз опустил и показал то масштабы высоты и вот этой мне кажется было бы круто только ни одного такого кадра у тебя вообще нету и очень мало крупных планов то есть прям надо было прям брать опускаться прям чесать дроном по этим камням тут ущелье видишь это ущелье прикольно было быстрее по нему внутри дроном проходил не просто внизу так над краем проходил быстренько чтобы у тебя картинка быстро менялась по краю как можно создавала и вышел бы на общий план на то было бы можно то есть здесь летишь снизу максимально чтобы не удариться аккуратно если упадет ты уже не достанешь никогда дальше пошло тебе все повторяться повторяться там я тебе уже все говорю как она есть но мне очень больше всего из всей твоей работы понравилась концовка в конце у тебя прям вот эти горы когда не было солнца не было пересветного когда пропали все твои лютые жесткие насыщенные цвета сразу все стало на свои места и вот эта бледность это на наоборот украшает эту гору потому что она стала натуральной естественно как она и есть ну и не пускай не снимал таких кадров работа крутая для человека который поднял три раза дрон я считаю это достижение потому что я пересмотрел много уже видео и это я сам лично не снимал как снял этот автор ребята чтобы понимали этот автор снял лучше третий раз чем я тогда когда начинал спасибо тебе большое реально такая мотивация не только мне но и всем остальным потому что и бота человек поднял третий раз друг я не знаю может и летал на вертолетах как я начинал светолетов летать может что-то еще делал но это реально мощно и так давайте не твою работу и так уровень ставлю тебе твердый две звезды на самом деле это для третьего запуска дрона это очень круто и 3 звезды ты заслужил но эти пока так поставлю две звезды потому что в принципе ты снимаешь сейчас данном случае просто синематик в режиме три под пока без какие-то таких с мега сложных пролетов но три звезды в принципе тебя недалеко же ждут по уровню пилотирования молодец сюжет конечно ставлю тебе три звезды сюжет интересно было смотреть что чем это закончится в принципе тебя историческое видео в плане что зачем идет какие есть горы какие с локации людям которые будут ехать в это место всем будет это интересно это контент полезный тем что люди будут понимать куда они едут что не увидит и это очень круто поработаешь шрифтами шрифты и стрёмные сейчас уже ты используя камера я удивлен что это подергивание камеры не ничего не колбасится потому что многие опытные пилоты просто берут бывают камеры колбасит во все стороны она дрыгается вверх-внизу так туда-сюда и стики колесики неправильно управляет у тебя я вообще такого не увидел я понимаю что снимаешь мега плавно может в режиме 35 той штатива но даже это не каждый умеет делать а в данном случае в этой работе я видел что камера нормально настроена не на авто баланс белого не колбасится ну да цвет конечно согласен много синего ну и снимаешь не самое удачное время в полдень лучше немножко не докрасить чем перекрасить по цвету я сразу говорю что много синего не колбас сильно так насыщенность насыщенность не добавляет крутизны есть так называемые естественные цвета есть неестественный цвет данном случае небо неестественно таким не бывает никогда такого не увидите вроде бы такое ядовое небо по монтажу ставлю пока 2 хотя монтаж был несложный был набор кадров даже некоторые умудряются делать это плохо у тебя было все линейно все было по порядку но режь свой ролик в три раза меньше слишком много лишнего не надо было столик садишь дрон просто режь свою работу просто режь ее слишком длинные много шесть минут это много максимум две с половиной минуты твой ролик должен идти просто показать основные локации основные события в итоге эти ставлю 12 баллов на самом деле это не маленькое значение потому что нас были и меньше нас было 76 поэтому я в шоке что такой человек смог с этого раза снять такую работу я такого не ожидал и чем больше дело прожарить и больше удивляясь наших людей и я рад только что у нас есть такие творческие люди которые могут творить буквально с чего бы не взяли в руки и я уверен что если подправить ста коррекции немножко добавить экшена немножко добавить разнообразие в ролике немножко монтаж подтянуть немножко больше дать экшена я думаю что можно добиться крутых результатов поэтому спасибо тебе большое евгений маргунов за свою работу очень круто мне понравилось и я в шоке и так митя благодарность от соседа за информативные и полезные видео стараемся стараемся дружище и за то что он говорил от покупки мне ненужного inspire покупка inspire 1 это самая тупая идея потому что во-первых дефицит большую по аккумуляторам они сейчас уже полуживые их тяжело купить тяжело купить запчасти и камера x5 просто снимает ужасно мавик 2 его просто разрывает на куски поэтому inspire 1 чисто для понтов которые бестолковые абсолютно лучше купить мавик 2 итак ребята следующий раз на прожарке это life in motion хочу прожарку видео без проблем сам нарвался так канал life in motion 114 подписчиков о канале ничего не написано это плохо люди должны понимать о чем у тебя речь твоем канале окей у маутин байк вау тала там где чудовище прыгал те кто в теме знают это ровно да тоже ровно есть такое жесткие место для тропинга я просто раньше занимался маутинбанком тоже прыгал это big hit у него тоже раньше прыгал и допрыгался ну так это репортаж на съемку я как понимаю ты больше по такой репортажной съемки опача типа такое приближение сделал а он просто съехал это вам прыгать будет я знаю что такая локация в ровно есть еще осенью мусорка какая-то а сразу мусорки прыгать чтоб типа поломал ладно пусть она останется так понимаю это чисто сняли для себя по приколу типа софти треком то тоже когда молодой был колбасился прыгал у меня был big hit 3 вилка была марзочи 3 восьмерки итальянские 2008 года тролли дизайн джерси шлем и панцирь был и пуляли мы с этого все начиналось тоже сейчас движение ножка уже умерла у нас ох художественный кадр очень такие сильно жестко размытый снимал одну 25 кадров наверно хотя spark вообще вот без понятия как он вообще снимать не никогда в руках его не держал его мы шо с трон только чтобы это спорт это и вперед рон или ты так спарк расфигачил дроп а спортивный что знакомое место какой-то киев подожди мануфактура танники или киев где это вообще флаг какой-то непонятный сложно тебе что сказать это чисто просто учусь летать как умею называется какой-то такого мега ролика с каким-то сценарием или просто оценить именно набор кадров сложно потому что в принципе здесь художественной ценности это видео никакой не имеет это чисто просто репортажная съемка набор кадров это все что я могу сказать это просто набор кадров художественно поставленных кадров здесь нет затрудняюсь сказать ну так красавчики прыгайте на великах круто я конечно все понимаю но life in motion я не могу оценить твою работу вот этот кадр единственный который нормальный когда ты вышел через деревья и показал объекты почему-то не такие сильно размыты как будто ты снимал в 25 выдержку с 25 кадрами здесь на что я обратил внимание но кадра хорошая такая это нормально это единственный кадр который могу оценить этот кадр тоже более-менее нормальный на закате снято конечно пересвечен немножко ну да плавненько поднялась этот кадр неплохой но здесь просто винегрет просто винегрет мне кажется тебе еще пока нужно посмотреть прожарку остальных работ других людей и что ты понимал как должны быть работы выглядеть потому что данном случае у нас винегрет и полное мясо прости меня но так оно и есть меня не могу оценить эту работу поэтому начни с азов научись сначала делать плавные пролеты как делал это явление маргунов присылай свои работы с каким-то смыслом с каким-то сюжетом потому что данном случае это у нас тупо наборы кадров все подряд что было то и слепила наборы кадров оценивать я не могу так ребята теперь пошли по списку потому кто присылал по порядку и так антон барабанов я помню тебя мы пропустили уже пару раз сорян так что все в порядке давай посмотрим что ты нам прислал и так снял полностью на мавик 2 pro купил крепление дроны и снимаю не только с воздуха ну чё классно вариант чтобы нет это же часто бывает вообще беру мавик 2 pro в руки и начинаю бегать снимай как видеограф 28 июня что же там у нас такого было интересного однажды я проснулась и увижу тысячу подписчиков конечно увидишь куда-то денешься так что тебя за видео видео у тебя мотоциклы движуха техновлог на резиновых лодках чё круто москва россия закат как не умереть за 10 километров давай посмотрим наше видео про брянск 28 июня брянск вот где-то в россии как это какие-то соревнования были на slow motion full hd в мавик 2 ну да чё там по мосту 20 кадров пишет дома и к 2 скорее всего 102 с кадров был исходно снят ничего купим в глаза летела и погода менялась дату солнца то я вижу до просвета что солнце было то не было солнце туман солнце есть то нет солнце а ты решил прям все снять в замедление эти хочу сказать сразу когда ты снимаешь какой-то лютый экшен когда у тебя музыка такая веселенькая то весь ролик строить на slow motion не самая лучшая идея потому что у нас в принципе экшен и slow motion только в тех местах где нужно акцентировать внимание либо какой-то опасный момент либо сложный участок там нужно делать slow motion все видео в slow motion и это фиаско красивая лужа мне нравится но если наше слово можно помогать тогда сильно ты все от картинку либо ты пытаешься слишком быстро какие-то объекты снимать хотя бы чтобы они в кадр попали то в принципе словом ужин один из решений но это не панацея всего ролик такая трава зеленая красиво так это за гордом ох смаканул как чувак ё-моё наверно больно было хочу не встает ему а здесь slow motion в тему то есть мы снимаем как медленно вылетает чувак с него и сыпется кирпичи и все отлично заходу камеру снимать ну смотри у тебя да хоть затроны есть кадры словом уж а чувак 4-3 он вообще слева пошел от халявщик цикло утка не реально что так можно было только он при этом скорость потерял по разгону взял дым в дым чуваку в лицо пустил ну конечно такие тоже в жизни бывают пацаны ну да походу тех кто едет сзади ему вообще не по кайф ему все время фигачит пыль в глаза и ничего не видно и чем глубже ты заезжаешь чем сильнее фигачишь ему камнями тем повеселее тут на камеру снято понимаешь тут я что цен его видео с дрона они видео с камеры видео с камерой есть так называемый канал так называемый канал роман болхаров от он оценит именно видео с точки зрения видеографа я оценил с точки зрения как дрончик ну прикольно чуваки попрыгали дёрт и популяли трампы и и все короче я понял то есть тут оценивать ролики даже не знаю как потому что здесь ну это просто видео я бы сказал видео репортаж то есть вначале мы снимаем на дрон это коррекция нормально кстати шрифт стрёмной засечки забудь про них видео у нас начало с того что трон стоял на месте показал нам красивые кусты ну мы посмотрели на трассу прикольно быстро поднялся до дроном и показал весь план сеть именно этой движухи весь план всей этой трассы тогда это был смысл какой-то дан случае мы видели слова 20 28 06 20 20 брянск увидели просто куски деревьев кусок трассы и ничего не происходит и никакого нету подводки к видео то есть так очень как будто снимают какая-то камера уличного наблюдения и потом кто-то ездил под зад она стала двигаться вперед потом стоят пацаны тужатся и таки ладно поехали окей братан погнали прикольно было бы если начал первый кадр как они ты снял бы их в профиль как они в одну линию стоят снял бы на уровне заднего колеса и как прям камни этих шух летят и ты написала бы брянс 2020 и пошло мясо и понятно чем речь так slow motion здесь не нужен наоборот нужно первый кадр да такой ты ж ты ж ты ж а такой раз и уже спокойствие под опять тут их потом спокойствие у тебя и опять ты повторяешь еще раз то же самое и чуваку прям в глаз залепила грязи ну здесь коррекция темновато все ну чё зато пополам у тебя кадр разбиты 50 на 50 и чуваки это с дрона снимал или не хотя ну скорее всего с дрона с марика ты бы лучше занял бы какую-то позицию какого-то поворота который ты делал раньше камеру опустил бы вниз и снял бы и в плане как они едут как трасса вся выглядит пуст как дым поднимается по всей трассе не делал бы этих нервных поддергиваний это коррекция кстати пределах нормы нормально это коррекция чего бы нет но вообще прикольный кстати кадр но не в пределах целого репортажного видео где нужно показать всю массовость и тут ты решил что-то нафигами эти мотоциклистами здесь лужа красивая там валялся да не образно говорю не это дело не пойдет не пойдет дело но честно не могу так же как и предыдущую работу ее оценить потому что это репортажная съемка лишь бы что-нибудь снять и показать ты примерно понимаешь как и как я критикую работы на что я обращаю внимание но снимать стоя на месте как камера воде наблюдения это уже не круто это нужно делать но один раз за весь ролик но не все время motion классно slow motion обожаю его круто супер но здесь я не вижу работы оператора дрона здесь оператор дрона просто как работает видеокамера видеонаблюдения такие работы ими тяжело оценить и честно да ты долго ждал мою критику на эту работу но пойми меня правильно я дрончик и не видеограф хотя дрончики не есть видеограф и но у меня немножко одни и те же самые точки с которых ты по страж стрелял видосами но шотил короче тебе надо было двигаться больше по этой территории посмотреть как они там собираются снять на видеокамеру как они собираются одевают перчатки заводится заливает бензин как они общаются как они улыбаются кинюх эмоции а ты снял просто как они на треке и все на самом деле видеограф тоже работает целая профессией нужно было снять какие там крутит мотоцикл как они там затягивать они подкачивают колеса крупными планами то все снять как они готовятся как они переживают там начать кадр как они стоят на старте в профиль снять как грязь вылетается под колес пофиг что тебя засыпет ты будешь как мумия ходить но честно настоящий видеограф он не жалеет себя он готов в эту воду сесть специально чтобы красиво брызги попали ему в камеру есть настоящие видеографы они не жалеют ради крутых кадров себя и оптику и технику и все штука у них вокруг него происходит вот дроном ты пытался вот дрона смотрел ты классно к начал двигаться навстречу им было круто к это стал на месте но но печально ну кран который бьет под задницу он едет и снимают как веб-камера там стану что снимаешь на длинный фокус на еще при этом длинном фокусном при этом еще попытайся по 10 слове на таком фокусе динамическую сцену типа просто мог взять какое-то место какой-то сектор выбрать для работы и не гоняться их за своим объективом потому что бессмысленно как на дроне снимать дрифт машин на дроне кроме fpv хрен ты его догонишь это делаешь ты просто стоишь на одной локации и просто их добиваешь посмотри мою шоу рил я снимал очень много дрифт машин я выбирал какую-то область и я там все время ловил именно конкретно шоты которые нужны были а ты получается пытаясь с одной локации добить всех сразу это нереально это нереально поэтому я тебе рекомендую больше двигаться не стоять на месте слой мошен это классная техника я не спорю круто не в одной же точке но может не прав ни в одной точке но так или иначе я почему-то подозреваю что было максим три точки с которых было снятый дрон снимал тоже в трех точках то есть ну оценить масштабность этого ролика я не могу это просто репортаж на съемку которые я делал еще лет пять-семь назад это же самое дело как ролики но когда пришло понимание как правильно это делать после обучения то немножко все поменялось так что давай посмотрим что тебе еще есть ты мне присылал еще работы хотя бы такой нормас ну чуваки тусят бухает пацан вообще пивасиком заливается чё нормально пацаны рыбалку приехали чем бы не хочу на рыбалку а шоу сломали палки это гребли как туда залезли а на лодке чисто для себя пацанам показать какие вы были на мне тоже очень много таких роликов когда смотрю ух ты прикольно там avic в режиме fall сразу видно все коррекция приятно мне нравится могешь когда захочешь как говорится да чисто для семейного архива не более это для семейного архива все это может и после просмотра всех прожарок ты немножко понял что мне нужно чтобы делать критику потому что я не видеограф чтобы оценивать то что снято на камеру я могу это оценивать я снимаю но не готов убраться за то что я не сильно понимаю вот дроны или элементарно давай посмотрим что тебе еще есть о хороший кадр это коррекция крутая то есть мадеж когда захочешь тоже хорошо это круто на диск на нашу в украине похоже десна так же самое у нас похоже очень на диск на это уже discover съемка это уже интересно круто как понимать и просто тыкался во все что видео и снимал да сложно оценить когда когда так прекрасный прекрасные моменты в лесу ну да в лесу сюда прекрасных тыкаешь качество конечно картинки ты шутышу о как фильмах начинается прикольно только против солнца блин если данного круто синушка закатная было было лучше она потом не упасть в воду к то прикольно кстати но это реально прикольно кадр столько вы кстати можно столько его продать если нету логотипов можно стоки продать классный кадр вообще реально крутой мне нравится эти камеры качество неплохое но опять же это же для видео видеографа и я не видео я не берусь брать за то что не умею не знаю антон барабанов я не могу оценить тебя по твоим работам потому что оценить как видео оператора дрона я тебя не могу потому что не видел твоей работы достойной оценки не то что слишком все плохо а то что ну брянск там два-три кадра что-то взято с дрона сплавно этом тоже то есть тебе надо еще научиться посмотреть все мои видео которые создавал по обучению поставить все остальные прожарки сильных работ и думаю ты поймешь что тебя требуется но данном случае ты только начинаешь как я понял только начинаешь еще годика два придется попотеть чтобы реально шокировать может даже и раньше это тебе сразу спасибо большое за описанной работой ну и конечно же спасибо за терпение ну что ребята движемся дальше это был у нас антон барабанов идем теперь по списку как у нас все шло следующая работа которую мы будем оценивать инфо нов яндекс ру то это я не знаю вот это снято на р-1 но это уже на мавик 2 pro яндекс диск у нас не работает в украине давай посмотрим на мавик 2 pro так я его знаю уже от и до солнце на море включаем музычку опять же у нас репортажная съемка ребята репортажная съемка гнине странно было эти я вижу не упала кстати опять же здесь аэросъемка девушка идет по хребту ну я понимаю что к начинаешь на любом случае хотя бы картинка плавная и даже и видение прекрасного даже есть вау красивый луч был как будто бластером звездных войн в это классный кадр это круто круто реально круто мне нравится и опять девушка не пока дана уже дойдет уже до этого пирса что-то найдет идет 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 все дошло и опять у нас получается что получается ты показываешь девушку гора сейчас будет эта девушка с этой бугерой будет эта девушка вода теперь возвращается с плюсами это гиберой тебе короче проблема сюжетом у тебя гора девушка гора девушка девушка гора гора девушка ух ты-то из крогорка получилось не могу тебя оценить твою работу потому что сам понимаешь какие мы работы оценивали и какие у меня требования но спасибо что пришла работу два потому что тебе еще есть это канал инфо новая съемка и видеомонтаж мне понравился из твоего сета вот этот кадр в этот кадр мне понравился ствол с это девушка этот кадр стоковый мне очень понравился круто вот реально мощно ну и бесконечно идущая девушка к пирсу это неплохой кадр стать и динамичные там еще лодка стояла по цветокору нормально вот цветокору вопроса нет ничего не хуже сделано то есть пересета у нас нету у нас нету провалах мощном блур есть видно что-то эндеха походу вешалась по-любому вешалась эндеха в принципе неплохо но со смыслами ничего не помню девушка а потом почему-то она решила идти это слишком долго целую минуту шла к пирсу прикольно тут люди то есть похоже как это в крыму этот лисичья бухта похоже место давай посмотрим что у тебя еще есть что у тебя на канале есть инфо новая съемка и монтаж о канале видео с квадрокоптера монтаж видеороликов примеры работ а также много личных видеоблоговых материалов похода альпин и других досуг а и другой досуг альпин альпины штука альпины я знаю альпины это тюнговый салон есть и альпины альпы знаю горе альпины сложно сказать о тебе куча видео с дрона из других давать что-нибудь другое посмотрим как ты прислал не самое удачное видео что у тебя есть юма мое чуде тут творится нет просмотров эльпалы давайте билен просмотр сделаем и лайк поставим лука что кстати классная город герой новороссийской делом даже не знаю где-то наверно возле моря все потом тебя появился мои менты приехали ну что на концерт на этом и закончился так давай посмотри на другую твою работу что-то не то мне кажется не то прислал давай посмотрим я не знаю никогда там не был никогда не видел не знаю что за городу я посмотрю тебе о вылет почему до конца не показал то есть такой раз стал такой они я пошел дальше спать до конца не показал кадр тебя что все так приподнимается приподнимается ну вот сейчас уже тут прям аж как неплохой кадр вот это хороший кадр отличный прикольно как они стоят как будто игра в этих морской бой классно это хороший кадр это море тебе навалять за это то что там летаешь наверное этот порт тоже знаю россии там вообще лютые пацаны не сильно любит когда я там что-то делают вот у нас тоже action есть а что-то как-то на так размыто здесь а маска и фигачил ну как-то не аккуратно маской как-то сразу видно красиво слушай либо твой кос неплохой ролик мне нравится ух ты как эти как как сапожки красиво это мы уже видели прикольно то можно их перед роном тренироваться это башня была уго а это еще не каждый снимет о наша любимая бухта девичная уходящая девушка к пирсу блин сейчас походу фигануться то на короче я офигел ого чувак дрифтует нифига себе третий раз над кадр уже видим как сапожки знать такие как валеной не валенки как называть такие тапочки красиво кончик что выпал с кадра хороший кадр мне нравится то что чайка начали фигачить а прикольно не слушает кадр опыт есть опыт есть реально круто ты можешь взять все свои видосы которые ты сейчас сделал который еще столько же посмотрел по выбирать самые топовые кадры сделать офигеннейший шоурилл не знаю почему ты до сих пор еще его не сделал я скажу сразу что у каждого оператора у каждого дизайнера не знаю у дизайнера у певца художника ведера по должен быть всегда шоурилл чтобы клиенты смотрели что блин реально она прям наезжает прям вы знаете как поезд едет по этому офигеть здесь прикольно бы наверно тем лапс запилить хотя бы какой-то из участков обалденно это реально стоковые кадры ребят это наложил сверху подожди а я понял короче я понял не буду секрет раскрывать по полетам у тебя и рисковые есть полеты ну уровень 2 тебе ставлю сюжету конечно проблема его практически нигде нету просто набор кадров по камере плавно в принципе кадра выпадают объекты это не сильно хорошо но звезду эти я поставлю послушай меня и сделай шоурилл пришли на прожарку я посмотрю твой шоурилл туда мы поймем как тебя оценить потому что данном случае я тебе вижу круто куча классных работ но ты как будто не заканчивших до конца как будто бросаешь уже тебе надоедает она уже очень много у тебя повторяющихся кадров которые те же самые вот по поводу прикола с девушкой я не по работаю чем но у тебя хорошая есть база из того что я увидел ты можешь здесь офигеннейший шоурилл сделай обязательно шоурилл который будешь скидывать заказчику именно шоурилл только аэросъемки не видеографа мне камеры сделай шоурилл и пришли мне еще раз посмотри как сделал я как делаю другие дрончики по шоуриллу сделай правильный порядок по которым ты объяснял всегда делай раскадровку и смотри по кадрам что у тебя получилось перед сохранением своего видео присылай я тебе смогу нормально оценить потому что я сейчас если я тебя оценю я тебя оценю несправедливо для того чтобы это не произошло сделай шоурилл я посмотрю твой уровень потому что в принципе я могу его озвучить но я боюсь что я могу ошибаться для того чтобы я делал правильную оценку работы я все-таки хочу увидеть уже конкретный результат я думаю это будет правильно и честно перед всеми работы сильные я хочу сказать сразу 10 баллов у тебя уже есть давай тянись дальше заточенный под аэросъемку этот кадр вообще бомба реально крутейший кадр круто у тебя все у тебя и но под тени я хочу чтобы ты показал весь свой максимум ты мне скажешь потом спасибо потому что тебе и так в принципе работа не слабо из того что я видел на тебе специально говорю для того чтобы ты сделал шоурилл сделал его ты мне потом скажешь спасибо и я тебя пошел риллу оценю и это я делаю неспроста потому что я кое-что вижу и понимаю и я хочу чтобы у тебя было 20 баллов и ты на их заслуживаешь так либо следующая работа от дмитрий щербаков дмитрий щербаков давай посмотрим доброго времени суток с это нам мавик 2 pro nd 8 а джай коррекция пример про с удовольствием слышу критику ну плохо ничего не найдено мы хотели посмотреть твою работу она почему-то не работает пришли еще раз из напиши что я уже прислал работу и у меня был закрытый яндекс диск и мы тебя посмотрим здравствуйте отправляя вам ссылку на youtube с примере моих четырех видеороликов это мой первый дрон покупал этим летом в основном смотрю ваши видео или подобное чтобы потом практиковаться ну совершенно и так же самое начинал я начинал учиться на видео многих дронщиков тогда и было дефицит тогда еще только 3 стандарты были еще вторые так что это нормально так fly дрон 46 о канале снимаю в свое удовольствие видео на мавик air 2 мой первый дрон два днепра посмотрим не про украин парту мавик эрту не просите украин окей бро давай посмотрим что ты нам прислал ворк юэй рекламу сделаем может быть может быть ух ты ёб пересвет какой ну пересвет это не сильно хорошо что ты понимал но красиво купола заработали почисты показываешь крыши а почему не показал туда все здание это хороший пролет и нормально кстати это коррекциями нравится только этому местами будут пересвет давай больше и поставлю о также случае картинка правда по моему здесь немал прикольный кадр слева места много пустого так прикольно птички у это хороший кадр крупный чувак классно кто-то классный кадр такой под хоррор грубе жалко что никто не хотят никто не хочет ухаживать за этими бедными с церквями и так они же разваливаются ты сейчас должен камера поднять на что-то и поднял ты на ракету как в этом как в житомире прикольно когда только мне кажется снимал бы больше из в сторону этих ордеров было бы вот так куда уже говорил и будет красивее намного прикольно только может быть может быть тоже может быть это перебор был достаточно того раза от днепропетровск все узнал эти здания недавно приехал туда прикольный город он стал прикольным раньше был стрёмный сейчас уже его причесали может быть может быть против солнца так уж не как будто он отъезжает короче это лишнее это лишнее и все до это коррекция кстати на удивление нормально начало только мы снимаем видео про город посмотрю как сделал cinema дрон про челябинск него тоже самое проблема была показывать у него было мало чего но при этом он умудрился интересно обыграть начало видео про город не может начинаться с рекламы в work.ua ты почему-то решил снять в начале ролика часть дома хотя бы вообще план города показал пересвеченная церковь как она красивая она реально красиво покрашена все отлично картинка покажена кроме пересвета надо было хайлаз немножко притушить а так в принципе неплохо только надо было камеру еще при этом надо бы дальше отлететь чтобы хотя бы общий план города было видно но и видно что эндеха есть мошенблур все по уму это здание надо бы может и под углом ниже камеру пустить синагоги вот эти почему ты не поработал именно с синагогой потом набережной не поработан не поработал с мостами там классный из мост который разводится который ему там физ насколько уже лет вот это здание мог поработать очень интересно поработать именно с крупными планами этого здания было бы классно 100 горит кстати в мягкое приятное мне нравится но пересвета конечно надо было подтянуть потому что на закате на рассвете всегда нужно учитывать эти вещи потому что самое сложное в этот период этот кадр прикольно только он ни о чем он безликий ну и ветка сверху заперлась и это просто уперлись там где люди любят подписи то есть но про днепропетровск я не такой хотел ролик увидеть вот смотри вот этот мост и мог снять мог снять набережной там крутую же набережной сделали просто бомбическую мог снять так как такового центра города нету я знаю какой-то странный весь но весь одинаковый хотя бы снял бы мост и там же крутой мост и самая длинная считается в европе набережная мог ее снять там же помощь шарычу есть набережных ночной город бы показал на твоем месте церковь бы хотя бы полный кадром я его взял потому что ну ты съел никто не показал не ты показал начал сворки и почему-то не с города про днепр то есть ну опять же ценить сложно отсто коррекция кстати не самое худшее что только видео у этот церковь снял очень круто мне нравится коррекция прям пересетом нету все идеально сделал мне нравится просто супер а вот днепр юклей давай мы здесь посмотрим что лучше будет вот и начал постепенно поднимать камин стати я жил в этом доме у тут здесь я жил прикольно шар есть мог с ним поработать поиграться водит здание крутые башни близнецы крутейший мог поиграть то есть у тебя новые работы хуже старый как такой может быть я не знаю о классный кадр супер так это же другое дело почему люди присылают хуже работать чем у них есть поэтому я смотрю на канале что у них еще есть потому что что-то часто бывает что люди делаются наоборот отлично мне нравится в общем план города показываешь улице отлично вот эту церковь который бы предыдущем ролике но в тот в том ролике лучше было цитокоррекция это правда а здесь именно уже хотя бы масштабы вот и что же памятники показываешь то есть не так все плохо оказывается есть что показать так часто бывает что люди не знают что у них красиво на самом деле у них красиво много чего есть но не поэтому не знают плюс не прежде есть крутейший парк аттракционов у вас есть там водопад у вас там есть там как называется пакат акционов крутейший лодки мог поснимать промзона там такая лютая вспомнил есть там промзона крутейшие то есть опять же неполная работа монастырский вот монастырском острове прикольно можно было поработать где водопады монастырский остров это не вон подожди то не вроде монастырский с водопадами да вот водопады на было поработать в общем время не самого лучшего конечно вот так и редко ты снимал 1 2 видео про днепр если снимал этот остров бы в солнечное время на закате это было просто космические бы кадры голливудский нам случае ты пытаясь а увидишь сразу солнце вышло как красиво не доработано то есть тебя все пятнами кусками вот прикольный кадр все было бы солнце это было просто бы мега круто ста коррекция вот хороший кадр отличный кадр реально классный в общем жду твою собранную нормальную работу потому что тебя твое мастерство раскидана между всеми этими видосиками сделал одно классное видео про свой город из того что у тебя есть и сможем оценивать твой уровень но здесь 8 баллов в общих точно тебя будет точно будет проблема в основном у тебя с видением прекрасного хотя ты его видишь но почему-то ты его очень так не сильно воспринимаешь ты почему-то то что красиво ты мало пока что что как это получается такое себе ты его покажутся и акцентируешь еще на этом внимание что у меня церковь выпала с кадра на тебе а то что красиво ты чик чик раз быстренько и выбросил то есть это тоже опыт умение видеть красивое но в данном случае у тебя есть раз два три четыре ролика и у тебя в каждом есть классный кадр но поэтому ты их разбросала по всему каналу и даже обидно тоже обидно что у тебя вот классный кадр столько блин что-то синий не такое днепр не бывает жизни немножко насыщенный классный кадр отличный кадр потому что даже утонула прикольно ну вот есть классные кадры просто собери его супер кадр отличность и коррекция нормально разгружает к контейнере отлично отлично то есть также самое тебе у насыщенный ты конечно переборщил то есть опять же повторюсь классные кадры есть сильные кадры есть даже такие не снял бы но просто собери нормальный ролик собрать нормальный ролик это нужно как этот видео вообще не понял если честно то есть это последнее твое видео два месяца назад я учу то он мне не засуну честно мягко говоря вот монастырский остров когда солнце было когда снимал сверху классные кадры здесь классный кадр города ты показывал памятник как показывал башнях близнецы сделать это коррекцию например как в днепро вот этой части и ты просто собери из того что у тебя есть этой кучей красивый ролик потому что не могу тебя ценить потому что тебя она разбросала все стороны и оценивать по одному кадру с каждого видео это тоже очень глупо если честно поэтому давай соберись и сделай классное видео про свой город у тебя и так уже все есть просто смонтируй я тебе тогда оценю это был нас алексей скорик спасибо тебе большое так ребята хзб шоу кондуки романсовые так романсовые горы добрый день прикрепляю свое видео с дрона очень приятно было бы услышать твою критику и советы какие ошибки допускай или что-то может исправить или поменять снято мавик мини и пару кадров с мавик про 2 спасибо лучше канал самое опасное приключение это уже любит самое опасное включение что-то в самый последний сама стены пещеры с я на закрылись я носки запрошенная спортшкола ты типа как пошел командовать воздушные шары urban trip кондуки барселона а запасно же как барселона у нас под киевом такой есть прикольно прям такую прям как у влада резнова в общем у тебя я понял давай посмотрим твое видео 15 минут шановские карьеры вау ребятки круто мне уже интересно посмотреть но в принципе может быть только слишком толстоватый прямоугольник так ну тут мы ничего не услышим я посмотрю твою работу с дрона ё-моё чувака колбасит его мою я в шоке мне так все хорошо начиналось я понимаю это тебе как блог да как мозги такой видос она главе камера ну понятно что все так youtube блогеры себя так ведут подожди то есть дрона получается те пару кадров ну тут понятно давай оценим твои кадры струна я не ведеров и не такой блогер бы тревел чтобы это все оценивать поэтому буду оценивать то что есть о классный кадр кстати мне нравится только немножко надо было притемнить немножко хайлаты притушить ими касса было бы лучше добавил бы чуть-чуть насыщенности было бы песня была бы песня так уж я как будто такой-то карьер там амазонки где-то еще так очень о чуваки туда гасят на мавик фантом лучше мавик лучший фантом нифига лучше диска нет мавик лучший нет фантом мавик фантом нафиг ваши мавики фантом и у нас есть мотоциклы то тебе конец ну да там же же рай для мотокросса и для маутинбайка ну но мы попали в нарнию после просмотра потом решил резко бросить эту нарнию я понял блин ну какие упрямые бабы ну пруд и пруд там ту другую кидает камень на голову она лезет и если пофиг за чувака ничего не могу сделать они сами за мной пошли блин слушай но сложно ценить эту работу потому что то больше как travel видео и в основном снятое на камеру ну и на дрон частично что-то еще происходит не могу понять не общая прикольная штука все честно я тоже любитель всякой фигни и потворить с видосами но но может быть статьи может быть может быть может быть тяжело оценить потому что в данном случае у нас происходит travel видео ну кадры шо ты есть классный мне понравился твой шот вначале я думал будет все ну сейчас я расслаблюсь и буду кайфовать даже ничего не буду рассказывать открывается видео открывается нам локация прикольно сделан такой моушен по краям то есть на обещающее было начало супер принципе кандуки может быть только мне кажется даже без плашки можно было а дальше пошло все что мы короче видели но чувак конечно кайфа ну а дальше у нас пошло что мы снимаем женщину и снимаем как люди тусят короче вот после просмотра это видео я понимаю что если захочу уединиться то здесь можно про это забыть то есть надо было снимать нас рассвете либо на закате когда нет этого движа этого кипиша не снимать это днем вот кадра сверху там где стояли эти как и называется борды было крутой кадр это единственное что мне здесь понравился дальше пошло что попало и это стиле блога я тебя понимаю в принципе блогеру не должен быть дрончиком но я оцениваю с точки зрения как дронщика не как оператора и блогера поэтому я не могу взяться за твою работу за оценку ста коррекция нормальная мягкая плавная хорошие только зачем два раза клетали девушки не понимаю то есть сделал какую-то работу конкретно по дроном тогда я смогу оценить здесь классный к ты наверно латы перебирал какой из них лучше да поверь мне начали лад был самый лучший сейчас началось просто мясо какой-то ну блогер каждый по своему свою работу но с точки зрения как дронщика этот кадр классный крутое как и начало после того когда начался этот кадр а дальше пошло что пошло ну хотя тебе столько подписчиков что я думаю твой контент интересен с точки зрения как оператора дрона и монтажника относительно мне вот прикольно посыл этом ты проиграл свой ролик но как целостности картинки я не могу оценить как с художественно с точки зрения сожалению дружище но этот кадр либо кадр крутой но оценивать дальше что происходит за психотропиями тяжело на проводке плавные давай ты сделаешь конкретно работу по аэросъемке вот кадр хороший квадр класса динамический вопрос нет потому что насыщенности может немножко подтянуть чтобы немножко песок этот выйти вылез потому что он думал что не таком серый хайла цепи тушил бы и сделал бы классное видео по именно с помощью дрона в это супер все это стоковый кадр насыщенность провалилась вообще он классный светов таких идут их нету а ты еще на авто настройках снимал у тебя прыгала насыщенность но не насыщенность а яркость мавик фантом мавик фантом это был у нас экзебе шоу на любителя то что любит именно такой именно жесткий вещь хотя канал без 1000 подписчиков набрал значит есть что то интересно но сарямба он не подходит под наши критерии оценки как аэросъемки первый кадр александр воробьев дрон мавик 2 зум блин стрёмный дрон от мавик 2 зум у него качество картинки 1 23 по моему него матрица и снимает ну относительно весело снимает этот дрон но снять тоже можно и на голимый дрон офигенно я нашел одну работу которая снята на мавик мини первой версии и так снято что я просто офигел на табу следующих прожарках поэтому будем двигаться дальше добрый день меня зовут александр ссылки например работ буду рад услышать ваш разбор и полезную критику полезный у вас канал и качественное видео также хочу летать дрон мавик 2 зум будешь летать было бы желание давай посмотрим фауни проверен не проверен что он там пишет не знаю давай посмотрим что у тебя есть паттайя первый кадр прикольно руф ну сразу видно что это у нас зум чуваки тусят прикольный кадр вот это реально классно это круто в это хороший кадр может быть может быть но это опять же кадр не художественно чисто для своего архива это блин 7 это такая классно тоже хороший кадрами нравится сокор покрасить ну да зумчик напряжника красить классный кадр может быть может быть да может быть тоже может быть такой перебивка такая как будто было три дрона типа стала 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 еще раз стала фу с перебивками может быть прикольно затея блин тоже сюда хочу приехать ребят возьмите меня с собой что я работаю работаю снимая снимая отдыха вообще нет ничего может быть прикольно только тоже начали что похожи был слушай ну прикольный кадр мне понравился такой чисто легенький кадр рекламы отеля и все то есть мы не показали место скорее всего это судя по походе которые вижу на заднем плане судя по походе это какой-то таиланд где-то там что-то может какие-то с решила но по года то есть это индуисты буддисты что типа такого может быть может быть но опять же то видео с точки зрения как travel видео но затея вот это классно вот это классно мне кажется умеет зум прикольно прямо что на полтиннике снимают потом стал не мог понять стоп а вон видеооператор заныкался мы видим все прикольно так что не снял его с дальнего плана как он там как это вообще тель выглядит не показалось общего длинного дальнего плана такого именно на самом широком угле показать именно как это все происходит то есть мы сняли сами себя он самом деле проводки классные камера не дергается все плавненько аккуратненько тоже человек попарился и даже заставил несколько шотов сделать похожих но в разных локациях ну в разных позициях прикольно вот там здание есть крутое соседние здание есть крутой с классными балконами можно было вот это слева можно было вообще поработать там по с этими балконами на понимаешь не то секретом отеле но в данном случае это travel видео то есть travel видео пацаны просто вышли и купили дрон duty free поснимали но при этом поснимали из нормально мы же и лекки работами присылали эта работа стать и плавности и крутая аккуратная продуманная то есть одну минуту я получил столько эмоций прикольно классные балконы вот это их поснимать бы было на самом там 108 миллиметра можно поставить или сколько на маленький зум скажи не помню поснимай был прям очень близко было бы круто такие всякие эти детали просто это видео не подназначена для видно сразу оператора для какой-то художественной ценности вот такие кадры такие шоты может и может сделать бы даже 20-30 секунд но именно таких шотов именно очень таких вот первый шот чётенький этот шот надо было на самом длинном фокусе лупанута на 100 миллиметров вытишь зум снять его прямо очень крупный чтобы сзади план вообще прям играл вот так и убрать все лишнее снизу всего поубирать к пахать и подлететь по году поснимать бы на всех длинных фокусах и опять же девушку никак с того раз того ракурса более лучше было чем с этого показали мы друзей наших вот кадр крутой круто еще попробую заставить друзей на купить когда не пьяна не готовы на все а так вот это классный кадр тоже может быть круто было вообще подрезать полностью бассейн по уровне вот этого борта и снять и на когда они как будто падают в такую пропасть которые не брызги разлетается то есть тыс ты бы подрезал бы эту картинку было бы намного 10 чем мы показываем снизу грязь обратно видео на любителя это классный кадр с долей зумом классный кадр мне нравится то есть я бы его укоротил сделал ой я бы его укоротил и сделал бы короткий такую шоу рил хороший кадр отлично это можно было не ставить это можно было тоже не ставить вот первый был самый классный супер кадр а сверху почему-то не снял к не воду брызгает падает только снял сбоку с двух ракурс это личный кадр мы уже видели как и целая девушка это тоже личный кадр так понимаю ты просто купила поснимать по тренироваться посмотри мои видео посмотри логику построение кадров посмотри другие работы которые были на пожарке ты поможешь чего я требовал данном случае видео классно мне нравится не дерганая настроена более-менее адекватно пересветов нету стыка лица мне нравится потому что снималась в такое время пасмурно но я бы хотел посмотреть другие видео твои еще в посмотрим видео байк сержо 03 слушаю но снято неплохо даже такой выбор от на зуме не каждый может сделать при том что нету пересвета в лютых это статья 3 напишет это опти трек был или не опти трек но реально мне нравится вау крутой кадр круто круто лишний кадр классный кадр то есть вместе секунд сделай 15 секунд на инстаграм это будет реально круто это тоже супер кадр фух отлично мне понравилось и уехал в закат не ну да он еще едет на закат я понял все и уехал на закат надо подрезать этот кадр вообще крутой мне кажется что было надо снять сначала статику как он стоит крупные планы а потом уже показывать как он движется а потом как он уезжает на закат и все и закончить 15 секунд максимум надо было сделать ролик покороче пока что ты тут только пока ты все ими как-то было бы идеально но снято неплохо дергание нету камера настроена правильно то есть здесь человек по уровню пилотирования имеет 2 спокойно 3 держу в уме пришли мне свою творческую работу полную собранную с сам дизайном с закадровым или без закадрового конкретно с дрона и тогда мы оценим потому что в принципе работы я вижу классно мне нравится это у нас был реально александр воробьев круто хороший дрон в зум за то что у него можно картинку приближать отдалять и можно играться с плоскостями это очень круто это есть плюс дрона зум поэтому пришли именно судно youtube свой канал видео мы оценим посмотрим а так в принципе ну балла 8 у тебя есть общих но проблема сама большая с том что не могу оценить сюжет и монтаж полностью собранный 100 коррекция ок уровень пилотирования ок камера ок давай сделаю работу оценим тебя это у нас был дрон мавик 2 зум александр воробьев спасибо тебе большое за работу и давайте посмотрим последнюю работу на сегодня это фидан гарриев или фидан гарриев могу вам дана обговаривать добрый день спасибо за ваши ролики используя в творчестве по крайней мере стараясь применять приятно мои видео на сайте портфолио тут тоже ссылки на youtube то же самое тут короткий не в счет это фон для сайта снятом на джай мавик мини миник конечно миник что сказать это не inspire но есть ребята которые на именик так снимают что можно офигеть седана мавик мини и вытягивая из него все что можно понятно фильтре free well даже не знаю что это купил тронута заказом за четыре месяца красавчик пусть один выигранный конкурс 2 место за данную фотку сертификат 20 тысяч рублей за эту фотку может быть может быть давай посмотрим давай посмотрим что у тебя есть что тебе больше всего просмотров ну да пролету тебе уже такие веселые дубрава кучка кучка нар сысерть ну да название интересно екатеринбург солнечный давай посмотрим солнечный солнечный это про то как нужно строить видан гарри солнце это перспективный район комплексной зеленой застройки на юге екатеринбурга так я снимаю уже недвижимость очень много будешь потерпать поехали кстати вот то что я просил cinema дрон начать с какого-то такого дома и выйти на город конечно темновато слишком получилось она бы немножко тени подтянуть так мы вышли на район теперь мы показываем структуру района немножко темновато кстати но вообще может быть может быть для для застройщика реклама это вот такие переходы лучше не делать хамал и весь песок тупо поворачивали на обратно как информативное видео для застройщика себе было инфографика было бы круто только перехода такие делать не надо ух ты ну статика не вот если ты просто бы взял ушел бы за дом спрятался поначал этот кадр а когда стать это очень крутой было бы гораздо лучше вообще кадр класса тоже такие люблю когда скрывает что-то от нас за каким-то объектами этот раз мы открываем кстати ты начал бы к ролик с этого мне каза было бы еще кучи и опять же смотри у тебя был закат уже солнце не села потом раз у тебя солнце встало ну как информативный ролик для застройщика может быть блин такой классный район я бы хотел бы держать ребята круто надеюсь все будет но и переходы забудь это делалось еще 90-х годах я понимаю что под музыку как будто не пинает кого-то какой-то это уже голова кружится когда слишком много текстуры и ты пытаешься на чем-то сконцентрироваться начинают потом глаза болит пока ты только начинаешь снимать солнечное время как у сейчас игра красок есть видео выглядит намного лучше такое более насыщенное получается тоже хороший кадр отлет назад отлично немножко надо было тени подтянуть потому что я просто типа телепортировал нас с помощью таких зумминов на объект что мы сейчас будем показывать но это перебор с этой зеленой слишком странный школа в итоге мы показали какая красиво сделана крыша в школе но при этом не показали всю структуру этой школы это склады не на лишний кадр зумины уже между бесит если честно вот классный выход через препятствие но все зумы понесли все это реально а вообще классно так выходишь на площадке классный район если честно камера держать все было прекрасно пока ты не показал начале ролика темное все как будто уже солнце села и начал делать зумины и классный кадр ух ты шоу еще классный кадр круто и опять ты показал закат соедини ролик еще не курсу ролик у тебя вначале был закат у тебя сейчас заказ центре был закат в конце сейчас будет нибудь закат или кадр уже проверивать между первым потому что свой разложить у тебя первый такой же самый почти и последний такой же самый а потом солнце вышло и мы всунули слишком ярко застройщики всегда после типа сделаем и чтоб солнце было чтобы не было видно мои гадости на территории по ходу тебе тоже ты учишь дала блин здесь реально проблемы с композицией посмотри как я критиковал cinema дрон по его видео про челябинск ты поймешь где у тебя проблемы то же самое все ролик можно сделать было на полторы минуты убрать zoom in который меня просто бесит без солнца делать видео для недвижимости напряжно то есть либо ты бы все делал в таком бледном стиле но немножко потянул бы экспозицию сделал все ярче либо не вставлял солнце бону видишь когда солнце классно игра красок супер и тебя 50 на 50 в ролике получился дабы все что без солнца все бы выбросил просто из выкинь zoom in полностью вот то что ты работаешь на крупные планы это круто вот классный кадр был ты зубин еще при этом по балансу ты промазал у тебя там а баланс был один а тебя здесь баланс больше желтый стал тебе даже не совпали они между собой и принципе вот это хороший кадр только ты вижу ты его зумил ты же на закате пытался снимать просто пришка прикол том чтобы все пытаются снять все в один день если снимали движимость я понимаю что я снял три минуты солнцем все стороны нету солнца я разворачиваюсь и я уезжаю я не снимаю уже без солнца либо я жду к наступает вечер либо наступает ночь если например я днем ну вот у меня был случай я днем просто не успел я снял на пару минут днем снял солнцем потом раз все солнце зашло и я ждал до вечера ждал ночь ночью наступит по-любому и фонари куча 100 процентов бери и снимай уже вечером забиваю уже вечер я понимаю что ты по инфраструктуре проиграешь ты не покажешь все детали с и нюансы все эти штучки но к ты приехал и ты заказчику даешь и заказчикам пофиг который то дай мне ролик пусть там что будет и все я тебе хочу объяснить как делать красиво правильно то что ты сделал заказчик с хава я это проверил но я такой уже перестал делать или либо заказы не беру вообще потому что я либо делаю классно ли вообще не делаю но когда я приехал и у меня все у меня было минуты солнце и дальше я бы не снимаю без солнца и сообща солнца нет я снимаю только крупные а ночью добивая уже что можно красиво по свету вытянуть но данном случае вещь как солнцем но реально классно мне нравится красиво и вот и показал движение какое-то люди ходят живой районе мертвы стройка идет все супер тоже хороший кадр отлично зумы эти жесткие тоже классный поле снял только немножко зеленый слишком настоящий немножко зеленый зеленого добавить школу снял прикольно лета ангар лишу крышу показал и пустил его показал что держу строится показал какие красивые крыши с выходом на надо было просто не показывать как ты по крыше дешево проект это уже закончил крышу проходить и сразу покажу же площадку дигра дети и не делай слишком быстро да он случай ускорил то было в тему в пересветы пошли на то закат понятно на платине подтянуть то случай здесь нормально только мы показываем город трассу из них вот это инфографики если добавил бы инфографики было прикольно тоже хороший кадр только глаза будет тошнит тоже может быть прикольно хотя машина задом еду тоже классный кадр но прикольно было бы за там ты стремался летели кипу но и сложнее держать центр задом когда летишь но прикольно боксе от дороги где ехала машина отлететь назад и сделать ускорение такую фух и ты пролетаешь эти все объекты хотя классно и вот город закат в закат в конце клипа нормально начали клипа а потом когда уже перед закатом твой месте я приехал бы ночью добил его бы ночью и не снимал бы туда уже когда слишком темно и когда солнце село когда солнце село забываем про съемки ждем когда включится первые фонари и работаем уже со светом освещенным штучным когда вот так вот ситуация произошла у нас но что делать давай посмотрим что будет твою работу и на этом будем заканчивать наше видео что тебе еще интересненько есть екатеринбург давай посмотрим никогда там не был уголь нифига себе какие дома к тебе городе хочется жить но покажи туда фидан харди гореев екатерина павлючкова подлинная красота всегда таится от глаз согласен может быть может быть а твоя фишка я понял зумин делать постоянно ушу мне кажется зря тут площадь показ потому что мы не вышли кадром никуда потом ух ты подожди ты шушь происходит часы может быть только не сильно быстро может быть ух ты красиво здание ты хотя бы проработал его крупно это здание красиво вот это классный кадр вообще против солнца как будто не знаю готова сверс тоже хороший может кадр быть круг отлично мне нравится на закате хаят блин стучишь таких бабок от отель надо было в конце ролика ставите мне все тоже конец пошел закат это личный кадр мне кажется темновато же лодки показывать надо было еще ниже стать на контура поработать на силуэтах может быть может быть прикольно и все на несколько до конца тему у там здание было красиво такое белое надо было его поработать высотки отработала прикольно лишний круг был 100 коррекция мне нравится местами темный надо было тянуть black сил здесь надо было вытягивать тени до 2 церкви ты поработал круг вообще не нужный абсолютно ну если понимать и вывернул бы на какое-то здание на какой-то объект а так ты чисто просто подрифтили здесь захотелось кушать делать может быть но надо было например выйти на эту вышку которые радио вышка поработать больше с этим зданием крутым на на макушку сесть и так вы вывернуться красиво на закат стройка можно с кранами очень прикольно выходить с рабочими которые бегают можно очень классно выходить у это здание офигенно вот немножко песен пересветлил его пересвета есть но вообще прикольно ты бы его проработал бы его ты больше бы забрал внимание бы на него мне кажется ты бы выиграл бы больше с этого ролика люди задом ходят прикольно это хала классный кадр минацион мост есть мог транспорт погонять там хороший кадр может быть и закат закат лодки уже поздно они уже не работают классный кадр я бы подрезал одну минуту на инстаграм и сделал то что тебе сказал и было бы просто супер спасибо тебе большое за вертол эйр название чтобы вертол эйр за свои работы поздравляю тебя за 27 тысячами рублей это немало но за эту фотку не знаю хотя смотря в каком твоем городе какие тебе есть цены и какие тебе есть другие пилоты как в гаренции поэтому уже другой вопрос но прикольно молодец поздравляю есть понятие смотри больше работы смотри больше других пожарок на этом канале и смотри обучающий ролик я думаю что у тебя все получится и приходи на более серьезные дроны потому что ты потом упрешься это потом со временем поймешь это был фидан гореев спасибо тебе большое за мою запас посетие большое за видео на прожарку но тебе еще надо работать ставлю тебе максимум 6 баллов я не вижу еще собрана нормальной работы у тебя пока по уровню и вижу что пока 2 по камеру тебя колбасня да ты научился уже держать баланс белого но есть еще много вопросов по монту же много вопросов видения прекрасного еще много есть вопросов сделал свою работу более собранную и будет тогда уже критиковать тебя по серьезному ну что ребят спасибо за просмотр это была реально сложная прожарка я уже пишу с 8 утра уже 6 вечера я уже немножко подустал поэтому будем сделать следующую прожарку скоро четвертую часть спасибо за внимание тренируйтесь летайте кайфуйте смакуйте все у вас получится не останавливайтесь ну и смотрите видео на канале смакодром поэтому всем пока